так вот здесь как раз вот то о чем я говорил в начале для этого редактора конечно неплохо иметь бы монитор широкоформатный потому что вот то что здесь здесь вот эти инструменты если панель свойств допустим в редакторе стратегии она там почти не используется да не используется чего уж говорить зря то здесь панели свойств чего бы то ни было а свойства здесь появляется того что выделено в данный момент она как чуть ли не основной инструмент работы поэтому ее показывать себе как бы надо дальше здесь вот инструментарий тот здесь можно немножко подключить конечно вот эти инструменты тоже будут постоянно использоваться ну вот инструменты с кнопками у вас здесь есть еще одна панель видна редактор клавиатура key 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 function editor у вас здесь виден он у вас выглядит вот такая вот штука только свернутая вот в эту зону скорее всего у вас вот я ее специально в себе показываю а в отдельном окне чтобы она побольше было как и это сделал я просто здесь ее отсюда здесь вообще интерфейс я забыл вам сказать давайте я вернусь немножко стратегию вы можете не возвращаться я вам покажу что здесь вообще-то все это настраивается весь интерфейс допустим вкладки я могу их между собой менять перемещать я могу допустим сделать вкладки рядом поставить да если мне есть необходимость в этом но я могу допустим какую-то панель с библиотеками до куда-то утащить дайте дайте мне вот видите могу ее утащить куда-то и прислонить его там допустим правому краю если мне так удобно и так далее здесь весь этот интерфейс вот все эти панели вы их можете абсолютно свободно перемещать и настроить интерфейс полностью под себя как вам удобно но вот допустим а я хочу эту вкладку обратно вернуть во вкладке видео вот у меня все резинки видите такой значок с вкладочками раз попали опять вернулась на вкладке и так далее все это строить если вы что-то случайно какую-то панель закрыли да то есть через кнопочку view вы можете естественно и вернуть назад это часто на всех тренингах обычно сегодня удивился никто не закрыл панель с библиотеками вот этим крестиком ну вот да просто вы сообразили как замечать кнопочки view это все здесь открывается закрывается ну вот то же самое то же самое и в редакторе масок эти все панели могут быть перемещены перетащены в том в то состояние которого нужно поэтому интерфейс который вы видите у меня он может ну не совпадать с тем что вы видите у себя в частности у вас здесь есть key function editor а у меня его здесь нет потому что вон у меня вот вот так вот сделал я просто вытянул оттуда он у меня появился в отдельном в отдельном окне я просто закрыл потом а теперь каждый раз когда нажимаем какую-то кнопку он появляется и все и так далее поэтому здесь вы настраиваете здесь вам понадобится и панель с переменными и панель с листами очень все вот все что вы сейчас видите крайне вам постоянно пан будет будет нужно в работе а поэтому лучше монитор иметь широкий потому что это на от квадратный видите она хронически не помещается все слишком этим неудобно пользоваться постоянно надо что-то перемещать таскать и так далее вот это что касается по интерфейс поэтому для нормальной работы нам нужны по меньшей мере вот те панели которые вы сейчас видите вы еще не хватало здесь solution explorer раскрытого до который бы заслонил собой вообще все что можно даже если он был был в таком узком виде на если я вот здесь себе покажу понимаете он здесь отодвинет у меня все это хозяйство еще сюда поэтому вот я настроил так вы можете настроить так как считаете нужно переключение между реки редакторами осуществляется вот этими кнопками сверху вот эта кнопка включает вам strategy editor эта кнопка включает вам mask editor эта кнопка st вот это редактор но он сейчас у меня просто закрытый лист вот видите вот между ними вы можете быстро переключаться этой кнопкой эта кнопка включает мы что они с не ходили пика менеджер это финальная стадия когда загружать контроллер и так далее кнопочка сохранить кстати очень важная вантул вчера как раз и забыл вам сказать к сожалению но скажу сегодня вантул отключена функция авто сейва по причине обнаруженного в ней тяжелого такого-то бага ну вот и лучше нажимаете хотя бы там раз в час эту кнопочку потому что я заметил что вантул может раз в неделю без причина упасть но вот и падает она именно в тот момент как давно не сохраняли видим мне что-то внутри там перед переполняется чем-то и вот если вы будете постоянно нажимать эту кнопочку хотя бы там раз в час то вантул практически никогда и не упадет на самом деле это замечено тоже то есть у меня бывает этот компьютер не выключается там по две недели и там все нормально работает так с чего собственно начинается работа что мы здесь видим мы здесь видим с правой стороны это тут такая же много листовая система как в страта джейди 3 вниз что здесь не требуется наверное так много листов я обычно делаю два-три листа чтобы посмотреть допустим на одном у меня листе только описаны входы-выходы там но у меня довольно в моих программ довольно развитый сервис управление входами-выходами в большинстве случаев он может быть и не требуется у меня пусть мы сделаем такие специальные макро блоки которые позволяют допустим выбрать вход из меню перевести его в ручное состояние подложить какое-то значение то которое намерил датчиком а то которое вы хотите чтобы он намерил на ну да нет тестовый режим ну и так сделан для входов для выходов это очень довольно громоздкая конструкция программе занимает довольно большой кусок памяти и так далее и в общем довольно трудоемкий узел и у меня для него очень целая страничка здесь этих масочек с входами или там с выходами ну вот поэтому здесь вы эти листы уже назначаете в том количестве которого вам необходимо можете справиться с одним листом запросто без каких-либо проблем вообще подход к интерфейсу может быть различным одним людям хватает одной маски на которой есть уставка там и включить выключить но а все остальное они делают с помощью пришли если заказчик что-то не устраивает пришли с компьютером подключили что-то быстренько поменяли и ушли но правда в этом случае у нас качество заказчик он в общем достаточно серьезно зависимости от исполнителя находится если с исполнителем что-то случается допустим он уехал работать другой город например то заказчик в общем есть ну или страну да может сказать что заказчик здесь в общем попал довольно таки глухо но поэтому я бы все-таки не рекомендовал такие решения все-таки какое-то минимальное меню с параметрами все-таки следует сделать чтобы после вас не оставалась выжженная земля когда вы решили раз расстаться с этим человеком ну вот но другие допустим это больше свойственно компаниям который производит какое-то оборудование до серийно делают какое-то меню который имеет ограниченное количество параметра заточено остро заточено под данную именно систему и все это может быть там десяток масок и этого достаточно хватает компании которые занимаются некими универсальными решениями на продажу как правило довольно такой развернутый интерфейс большое количество параметров уж они делают оборудование много много разного оборудования не в состоянии каждый раз перерисовывать интерфейс под каждую конкретную установку у них есть некая болванка которая один раз сделана одна болванка с огромным количеством каких-то масок с параметрами с входами выходами там и так далее статусами и я под нее под конкретную задачу подкладывал только лишние перемены подменял местами где-то текст и переписывал она останавливалась не она оставалась незыбленным и там достаточно многоуровневое меню достаточно сложное потрачено него было какое-то большое количество времени но и сделано это было всего один раз работа по затачиванию под конкретную задачу она сводилась к минимальным изменениям и не требующим большого количества времени любом случае я вам покажу как сделать элементарные вещи просто показать допустим температуру часики там и так далее и мы сделаем с вами сейчас один из способов покажу потому что способов создать какое-то меню с выделяющимися строчками там и так далее есть может быть миллион это вопрос творческий как вы это реализуете я вам покажу один из вариантов может быть он не самый простецкий но он очень достаточно универсальный вот и мы с вами значит сделаем вот это как раз продолжим чтение значит стратегию записи в журнал соответственно мы здесь должны прочитать журнала тревог в общем основной функционал я вам покажу дальше уже ссоре дальше сами и можете кое-что посмотреть что сделано в моем проекте который я вам положил на этом диске там в принципе нормальный более менее нормальный интерфейс он конечно там несовершенный он там не очень наворочен но он там нормальный пользователь интерфейс соответствующим меню с просмотром входов выграют там параметров там тревог и так далее все это реализовано вы можете посмотреть опять же я не сторонник слепого копирования сама с других там людей да потому что я не берусь утверждать что там идеальный подход к польску интерфейсу поэтому вы можете посмотреть как сделаны некоторые функции да и и соответствующим образом естественно их усовершенствовать и сделать свой собственный интерфейс который вас будет и ваше руководство как главного вашего заказчика абсолютно устроит потому что так или иначе мы все работаем мы все зависимы от тех людей которые платят нам деньги почему требование заказчиков в это самое неожиданное доходящийся с нашим да 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 и заказчика надо высекает требование сит нас они иногда ограничатся со здравым смыслом но конце концов у нас свободно программированный контроллер и мы можем эти требования форсик без труда реализовать вовсе так значит что здесь здесь значит лист которым будут вот эти образы наших масочек я вам вы пока ничего не делать я вам по парочку комментариев сделаю о том что здесь есть по умолчанию что здесь есть по умолчанию что произойдет само по себе без предварительных каких-то ваших действий при при нажатии на кнопки потому что в основном фунт функции на нажатие на кнопку вы будете программировать конечно но кое-что кое-какой функционал здесь заложен уже по умолчанию значит здесь столько и маска маска это образ нашего будущего вот этого данной страничке меню какого-то и да очень нас образ дисплеечка нашел значит эти маски они могут быть одиноко стоящими но как допустим сейчас одна маска да и маски могут располагаться у нас в редакторе например вот таким вот образом ну кстати лук и он не всегда обязательно здесь этом а момент момент давайте послушаем ну вот значит вот они маски будут отдельно друг от друга стоять это никаким циклом они с друг с другом не объединены и кстати вот значение этого цикла вещь тоже не обязательно абсолютно она не обязательно по крайней мере в том случае когда у вас маска вот такая вот одиноко стоящих вы если вы напишите команду перейти в эту маску то без проблем курсор переместиться в эту маску вам покажет отображать все содержимое и без проблем по кнопке escape например вы можете отсюда выйти никаких проблем просто вот это вот метка она в этом случае не обязательно эта метка становится обязательной том случае когда у вас есть вот такая связь ну например вот такая допустим 33 масочки вот это вот нужен цикл из масок этот вот значок цикла обеспечивает работу неких функций которые как раз заложено уже по умолчанию сама кот ванту то есть вот все команды необходимые для перемещения курсора по этому циклу они уже написан до нас нам для этого делать ничего не надо не надо описывать действия по каким-либо кнопкам чтобы перемещаться спокойно по маскам которые находятся в этом цепи а идея тут следующее мы опять же пока ничего не делаете я создам переменную допустим здесь забыл какую-нибудь перемену там сиппоинт например такие переменные как хотя бы переменную сиппоинт давайте создать давайте создать переменную как создать переменную кстати не обращаясь туда к стратегии очень просто вы можете как даже как и стратегии просто кликнуть правой кнопкой в эту таблицу с переменами выбрать опцию add и добавить сюда это перемен назовем ее допустим tsetpoint ну вот это будет наш параметр пользовательский пользователь будет иметь возможность изменить эту переменную то и зайти в меню нажать кнопку поменять ее значение сохранить это значение в памяти и и она останется в памяти даже когда вы выключите электрический ток значит соответственно чтобы это происходило тип памяти будет t переменная будет аналоговая вот как только переменная переменная будет иметь атрибут input output это значит что переменная будет и для записи для чтения то есть вы можете зайти изменить ее здесь лисообразно выбрать для нее формат там скажем такое какой-нибудь два знака там до запертой если переменная у нас в той памяти и запись чтения тогда у нас появляется возможность пользователя ограничить некими рамками то есть запретить пользователю скажем выходить за границы примеру от ним дальше чем минус 10 градусов и плюс 30 пример я здесь могу здесь минимуму лимит и максимум лимит задать пользователю границы внутри которых он может будет изменять эту переменную дальше он никак никуда не выйдет и за то есть несмотря на то что диапазон этой переменной будет минус все равно останется минус 32 708 плюс 32 707 я пользователя искусственно ограничил вот этими пределами и кроме того если переменная вот в этой памяти т я могу задать значение по умолчанию это то значение которое появится в контроле или сразу когда вы его загрузите эти значения компилятором пишутся в отдельный файл файл с расширением d который будет быть можете загружать контроллер или можете не загружать если вы этот спал загружаете то у вас сразу эти значения появляются включать контролер дамбах все параметры все уставки все забиты если тв файл дэв не загрузили значит там останутся нули везде ручками править дэв ручками править дэв можно через кармешин ту есть такой инструмент можно но я предпочитаю этого не делать почему-то это не значит что я делаю правильно стать ну может быть правильно как раз было правительство но но любом случае вот это вот файл значение по умолчанию запишется в специальный файл и загружится в контроллер и вы сразу это значение увидеть так все пока для этого вот переменную массу зале параметр вот она теперь давайте обратимся к нашим маскам вот маски находятся в лубе и здесь я сейчас скажу что здесь сделано сама уже банту по умолчанию и что не требует от вас никаких действий когда мы включаем контроллер у нас все время вот видите у нас есть здесь вот как я говорил панель свойств здесь свойства того что выделено в данный момент данный момент я кликнул в лист это значит я выделил вообще в виде своего свойства всего этого проекта маска эдитора да то вот здесь есть такая штука как видите begin from mask есть указано то имя той маски которую контроллер покажет сразу после включения питания обычно она по умолчанию там маска создана вы если желаете можете ее переименовать то есть я могу выделить маску здесь естественно в свойствах уже у меня свойства маски этой конфеты я могу ее назвать там main mask например вот видите она переименовалась но это на самом деле вещь такая что она нужна только для вас любимых чтобы удобнее ориентироваться среди этих масок и обычных переименовывать естественно здесь никакая кириллица не допустим недопустимо значит смотрите и я переименовала маску я сейчас кликну в лист то есть увижу все общие свойства проекта до этого глав глобал call так называемый то я вижу что видите begin from mask она тоже переименовалась main mask есть все хорошо здесь автоматизация уровень автоматизации достаточно хороший такой ну если вы что-то где-то переименовали то эти изменения везде вносится во всех правильные места поэтому здесь все хорошо ну вот так вот когда мы включим контроллер он у нас сразу нам покажет эту main mask если мы хотим изменить маску которую покажет контроль на старте если мы должны кликнуть в лист увидеть свойства листа то есть global code и begin from mask свойства переписать здесь маску выбрать другую вот выпадает меню мы можем выбрать другую маску здесь будут появляться все новые и новые маски по полу по мере того как вы будете добавлять в проект соответственно вы можете выбрать абсолютно любую стартовую маску дальше значит значит мы с вами включили контроллер и увидели вот эту вот маску бегин который бегин в свойства бегин from mask значит что здесь сделано по умолчанию если мы нажимаем кнопочку вниз курсор кстати в 10 поле move она всегда формируется автоматически то есть мы если хотим можем его удалить но каждая новая маска которую мы перетаскиваем из инструментария на лист она будет иметь это свойство курсор по умолчанию попадает в это поле сразу поле это специально называется но там это не очень принципиально как он называется но тем не менее она называется move это поле как ну видимо задано названному исходя из тех свойств которые она обладает если курсор у нас находится в этом поле и мы нажмем кнопочку вниз пример ну в живом контроле то курсор переместиться у нас в следующую по следующую маску в лупе в цикле вот в этом случае маски должны быть объединены вот в этот цикл но в этот в такое же поле move если мы нажмем кнопочку вниз еще раз он переместится следующую маску еще раз в следующую и так дальше по циклу до тех пор пока все маски не кончится все маски кончились в последнем маске мы нажимаем кнопку вниз и курсор перемещается в самую верхнюю в самую первую маску то есть закольцовывается если мы нажимаем кнопочку вверх значит курсор перемещается по маскам вверх дождя до самой первой он перейдет в самую последнюю собственно вот этот цикл масок и видимо циклом поэтому у нас по умолчанию помните мы вчера свойства проекта говорили галочка 100 10 56 масок в лупе до 204 маски в лупе но вот в изначально как бы возможно держать в одном этом цикле 127 масок я не видел ни одного человека который держал бы там скажем а в каждом лупе естественно я не видел ни одного человека который даже бы там 80 масок положил в один луп вот и тем более не видел этого человека который использовал бы галочку разрешить в лупе там 254 маски если вы наберете столько параметров в каком-то в своем проекте но значит честь вам и хвала вы продвинутый человек вы до конца используете значит средства программ обеспечения что еще могу сказать ну вот поэтому вот так дал к вы конечно когда дойдете до такого уровня развития когда у вас будет сто сто двадцать восемь масок в лупе да то есть больше чем 127 вы садитесь свойства проекта поставить там галочку вам разрешат это делать в общем я не видел ни одного человека который бы израсходовала половину этого ресурса ну вот теперь что еще по умолчанию значит по умолчанию мы кнопками вверх-вниз если курсор находится вот в этом угловом поле move можно перемещать перемещаться между масками которые находятся в цикле если маски в цикле не находятся то есть есть вот сейчас я здесь разорву здесь то если курсор у нас находится в этой маске нажимаю кнопку вниз ничего не произойдет идти некуда потому что в цикле всего одна маска ну если у меня курсор будет пойдет каким-то образом попал сюда неважно каким дали команду перешел несмотря на то что маски между собой соединены по команде вниз он тоже не перейдет в следующую маску по причине того что несмотря на то что они связаны между собой но метка лук отсутствует то есть они не имеют атрибута циклов поэтому для того чтобы использовать этот функционал перемещать курсор кнопкой вниз или вверх по по маскам то нам необходимо иметь такую связь они не обязательно должны распала они могут располагаться вот так например это тоже цикл никаких проблем главное чтобы день как они географически на листе расположен эти маски абсолютно не интересно интересно чтобы у них была метка вот этот циклом которая кстати тоже можно может быть названа там по вашему желанию как как угодно но и была связь вот это вот видимыми этими линиями связи между этими масками которые присоединены вот к этому шарик момент я пока говорю про умолчание да пока я говорю про умолчание если удалить тогда собственно работать тоже не будет по причине того что здесь есть просто не здесь невидимо для вас для простого зрителя да но в этом поле вот есть а сейчас нажму интервете есть ничего не видно но на самом деле там написано вот вот следующий голду привез маски даун для кнопки вверх и для кнопки вниз в этом поле уже прописано код передвижение по маскам которые в лупе находится поэтому если мы это поле удали ну то собственно этот код тоже исчезнет вместе с этим полем и движение наше прекратится если мы это поле удалили у нас и и хотим восстановить это движение у нас есть ну агрей у нас есть выбор путей во первых мы можем тупо сюда вернуть это поле мув вернуть его может как либо копернуть из другой маски копипастных просто дай его сюда масс которому либо просто взять вот инструмент ту ту тулс до инструментарий field значит выбрать здесь в списке значит где тут у нас вот стд мув но вот выбрать для него переменную а какую переменному линию выбрать поле поле обязательно должно быть ассоциировано с переменой это это закон то есть поле не может быть без переменной помните я вчера вы уговорить что за даме так и откуда она взялась она 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 всегда это пустышка формируется автоматически при создании нового проекта мы находим эту даме вот поле мув вот она поле мув вы можем восстановить вот таким вот образом например да но но понятно в том случае сему дать два поля мув она общем сейчас последует вопрос что будет если будет два поля мув честно не знаю понимаете я вот как-то может быть излишне как-то рафинированно но но обучен вот меня научили блин поле мув в этой маске должно быть одно ну вот и я не не делают два поля хотя вы можете поставить эксперимент посмотреть чтобы наверняка ничего страшного не случится все будет хорошо работать но но меня учили что поле мув нет необходимости держать несколько несколько таких полей в одной маске поэтому я не знаю что будет если будет там больше чем 1 вот поэтому но обычно если я по случайности или специально удалил поле мув а потом она мне нужно я вопрос из соседней маски копи-пасты все чтобы не заморачиваться там я вообще всегда ищу в наиболее короткий путь для реализации ну значит так это я рассказал вам по движении вам нужно само поле вам нужно какая переменная под этим полем вам очень все равно если честно вашего на булева было да вам главное чтобы у вас было поле в котором были описаны действия по кнопкам вниз и вверх понимаете где у вас без мува у вас работы но потом покажете потому что не должно работать ну либо там дописан какой-то уже самопальный код ну ладно в общем а пока мы поговорим о том как должно быть на должно быть вот так в поле мув записаны к код для кнопки вниз и для кнопки вверх ну я нажал их наоборот если мы это поле удалим этого кода не будет за счет чего будет движение не ясно но тем не менее вот она у вас есть дальше что еще есть по умолчанию допустим у нас в маске показана температура да ну вы пока пока не делайте вот температуру воздуху пока отметь поле только для чтения и показана еще у нас допустим т-с-порт переменная чтение записи и in out окей вот видите чем отличается визуально до переменной только для чтения и течение запись визуально они отличаются тем что одна написано маленькими буквами если маленькими значит только для чтения а большими значение запись ну это чтобы вы могли их отличать на экране так вот продолжим разговоров функционале по умолчанию допустим вы остановились в этой маске вот здесь у вас находится курсор теперь если вы нажмите кнопку enter курсор начнет сканировать эту маску в поисках поля для чтения записи вот это поле он проигнорирует она проскочит мимо и он остановится у первого попавшееся поле которого назначить для чтения записи если таких полей в принципе нет в этой маске он вернется обратно сюда в свою позицию исходную но просканирует он просканирует естественно это сканирование вы не увидите он сделать достаточно быстро чтобы вы не заметили но он остановится вот в этом поле чтения запись и теперь кнопками вверх и вниз вы можете изменить значение этого поля увеличить уменьшить в тех пределах которые вам вот здесь вот программист обозначил вот эти вот минус есть в данном случае минус 10 плюс 35 градусов за эти пределы вы не выйдете по-любому вы значит если вы не хотите изменять то вы просто нажимаете интер и курсор дальше сканет 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 и возвращается в конечном итоге сюда если вы изменили дальше выполняется команда компа то есть она сравнивает значение сохраненная в памяти с текущим значением этого поля если она видит разницу то она пересохраняет эту переменную в памяти с новым значением и курсор значит дальше выбор из компа команда голта next field то есть курсор пытается искать следующее поле для такого типа в которого может попасть а попасть он может в поля чтения запись и в некоторые специальные поля как данном случае в поле move поле move в нем как правило никаких значений не как правило нем никаких значений нет она признана только для того что туда мог попадать курсор предполагается что курсор может передвигаться только по полям хотя я могу сказать здесь есть одна интересная особенность можно заставить курсор сместиться в то место где нет поля это это видимо какой-то это это унаследовано от старой среды программирования там видим это когда то когда то давно эта ошибка была допущена но а потом весь белый свет и и стала использовать и уже как не ошибку а как фичу да и уже стало поздно ее исправлять потому что если бы они исправили то в результате половина белого света перестали бы работе корректные интерфейсы да ну вот но я потом остановлюсь там есть одна там есть парочка команд которые позволяют переместить курсор не на поле а в произвольное место это прекрасно но это получилось случайно я думаю что получил случайно потому что на вот учат на таких курсов итальянцы что курсор перемещается по полям понимаете но тут же показывать команду который говорит что курсор может перемещаться и не по полям да курсор просто ищет допустим этих переменных да да допустим здесь их в этих переменных вот вот три штуки да есть таких расположены кстати вот так вот так по барабану когда курсор сканирует построчно он сканирует натыкается на этот пример остановился вы хотите менять или не хотите здесь хотите менять и не хотите просто нажимаете enter он дальше сканет а понатнулся на это остановился вы опять по вашему желанию меняете ли не меняете поменяли есть вы меня ли он сравнить значение то которое было раньше то который сейчас если разница есть перезапишут память и дальше в про сканет оба останется здесь все то есть если вы хотите ничего не хотите менять вы просто интер 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 и курсор он попрыгает по этим полям и вернется обратно сейчас ну смысле можно рука зачем вы не верите что это не будет а мы даем это очень скоро ну вот соответственно все после после того как курсор вернулся сюда у кнопки вверх и вниз меняется назначение и вы можете перемещаться по лупу если у вас маска стоит вот так то в нее вы уже никак никакой из функции по умолчанию не попадете чтобы попасть в эту маску вам нужно для выделить допустим или листом весь неважно все зависит от того какая логика действий вами закладывается но допустим вы хотите чтобы в эту маску допустим этом какая-то маска с уставкой да можно было попадать только из этой маски тогда вы выделяете эту маску и для кнопки например прг пишите здесь команду то gold у маска там нас 4 вот вот теперь если вы находите курсор будет находиться в этой маске неважно в какой ее части кстати на каком поле и так далее если вы моих курсор будет находиться в этой маске вы нажмите кнопку прг тогда курсор пене перейдет вот в эту маску но теперь вы но из этой маски вы не сможете никак уйти назад тоже не написал соответствую команду соответствующую команду потому что вот собственно масками которые находятся в цикле мы исчерпали наш функционал который на преднаписан уже там по умолчанию то есть перемещение по полям и перемещение по маскам внутри цикла из этой чтобы перейти из этой маски обратно в маску main mask мы должны для какой-то из кнопок или для комбинации кнопок написать специальный код от команду перемещения самое простое взять кнопку escape как комбинация записывается а вот здесь выбираем комбинации если они все 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 нормальные возможные комбинации не здесь перечислены только единство что обращаю внимание здесь место кнопки с здесь вот в комбинациях есть использовать только меню обусим меню прг это с прг почему меню а потому что есть такие панельки расширить вот эта панелька шестью кнопками а есть панельки с расширенной клавиатуры там 15 кнопок и там в этих панельках кнопка escape называется кнопка меню и ну почему выбрали именно меню прг да они escape прг я не знаю хотя могли здесь показать обе комбинации до чтобы народ а по крайней мере вот неопытный народ на первых парах не запутывать но тем не менее поступили вот таким вот образом поэтому важно чтобы запомнить одно что вот допустим меню прг это с прг это одно и то же что меню что с это одно и то же сделал задержку по времени как сделал задержку по времени мы сделаем я покажу так соответственно давайте вот допустим для кнопки escape мы напишем а как я так это быстро да смотрите те кто знает эти команды на память да может уже без каких-либо проблем писать здесь голду там маска мэйн маск вот кстати у вандул есть интересный бак мэйн маска этом чего-то вот она рон уровня а я есть у нее интересная особенность я бы не назвал табак багом все таки так когда очень быстро в этом редакторе что-либо делаешь у нее внутри какой-то такой тормоз возникает она видать не успеет не успевает что-то в каком-то файле переписывать и она причем самый интересный происходит не всегда это какой-то такой застарелый бак видим который не очень-то здорово решается ну потому что ведь на самом деле она все сохранила просто ей потребовалось какое-то время ну вот и проверка проверка орфография здесь существует в этом языке естественно она довольно скрупулезно относится к регисту то есть в ее базе данных голду должно быть большой букв хотя на самом деле это в общем пример она тоже так смотрите как работает вот это вот система при которой я могу в принципе полностью команда не не набивать клавиатуру потому что на самом деле для для того чтобы их набивать клавиатуры для начала их нам все запомнить и тут нет немного я вам прямо скажу это язык примитивный он сделан специально для того чтобы можно было перемещаться с маской нам а смазки на маску с поля на поле и уста скажем присылают значение каким-то переменным там и так далее то есть довольно ограниченный набор команд который в хелпе весь перечислен но и запоминать его в принципе нет необходимости как ну как запоминать его есть необходимость но вот да да до последнего знака до последней буквы запоминать как это все пишется необходимости нет достаточно концептуально запомнить что вот такие команды существуют ну вот смотрите если мы возьмем control space как вчера вот в языке ст то у нас здесь все возможные да они у здесь у нас есть причем здесь не только команды здесь есть еще и другие кое-какие записи нам знать надо понимать что любой переход с какого-то места на другое место называет начинается с голоду поэтому мы можем в качестве фильтра выбрать букву g вот тут пошли будут голду ли дигит лифт бурту дигит райт голду голду лук о голду маска логично да даже не зная языка мы переставили представили свою задачу перейти в маску такую-то команда голду маска вполне логично для этого выбрали нажали интер дальше и соответствие синтаксисом а синтаксис здесь заимствован от языка си я и еще хорошо хочу подчеркнуть что это не язык си это специальный язык для которого синтаксис позаимствован от си все вот так вот соответственно мы должны голду маска аргумент у нас должен быть скобках до согласно синтаксис открываем скобку допустим вас интерфейс 200 масок до запомните ли вы все 200 масок по именам ну вряд ли закончим но концептуально примерно помните либо вы заранее когда создаете имена масок вы специально создаётесь таким образом чтобы они у вас спереди имели например какой-то префикс например маски с параметрами пускай будут иметь префикс p мант маски с уставками пускай будет с маски с алармами пускай а там например вы просто сами продумать стратегию работы что потом вам было удобно пользоваться фильтрами но ну данном случае естественно я пока еще не помню не 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 побеспокоился об этом ну вот но все равно здесь я могу показать или весь список вообще масок существующих в проекте как это сделать я опять вот открыл скобочку опять нажимая control space и выбираю здесь список масок видите mask list нажимаю enter теперь ставлю точку и меня выпадает список всех масок которые мне доступны в проекте когда их много здесь можно сразу пользоваться фильтром естественно по букве допустим по первому знаку поэтому удобно пользоваться префиксами допустим если у вас там 20 масок с параметрами то удобно имена этих масок начиная с буквы p например ну или с буквы там а б неважно с какой буквы главное чтобы вы в своей голове представляли что если маска начинается с буквы там z то это маска с параметрами и все ну вот в данном случае я хочу main mask вернуться вот она main mask я ее должен обязательно она должна быть посинеть там обязательно то есть выделилась плите enter вот она включилась закрываем скобочку и в соответствии синдексе сам точка запятой в конце все вот она от команд довольно быстро принципе не практически ничего не набираясь клавиатуры я создал эту команду никаких проблем ну вот главное нет это не обязательно если в принципе смотрите вот это это позволяет нам автоматизировать вот если я смотрите выберу команду выбрал автоматически открыл скобку и помню как называется маска то я могу напечатать ее сразу но придется мне напечатать и ручками если есть я не хочу если я не хочу пользоваться печатать печатью до ручками есть я ну я например не очень хорошо печатают есть люди которые там вот так печатают и могут со мной разговаривать а я например например не очень хорошо печатают поэтому я могу воспользоваться таким вот этим вот а дальше . и тогда мне дают выбрать из списка а если бы я этот список не выбрал мне бы не дали из него выбрать вот и все поэтому если вы помните как называется маска да совершенно верно есть и коллектор даст в котором сосредоточен все эти имена я его выбрал вот поставил . это такой синтезис очень традиционный вот это вот одно и то же и вот этот вот в учебниках по оси например там и по вижу basic там еще не пишут что если у вас сделано вот так и или сделано вот так то вот это будет работать быстрее чем чем вот это потому что тут конкретизировали место да откуда брать это имя а тут не конкретизировать здесь по барабану я могу сказать работа будет одинаково это сделано только для автоматизации поэтому вот это вот в принципе одинак одно и то же написано и работы быть одинаковым образом кстати если написано два раза и бог с ним даже если ошиблись написали два раза одно и то же принципе это не ошибка выполнена будет первая команда как ни странно в этом самом вызе туз последняя выполнялась ну смотрите только в принципе к тем полям который курсор может переместиться потому что в принципе выполняется то действие да в общем действие это привязывается к положению курсора до определенной степени я писал в поле бы что-то комбинация клавиш там и плыве и эскейпер перемещается на какой-то правый нижний угол да смотрите вы да здесь как раз самое время поговорить о системе приоритет смотрите сам вот код который написан в листе вот ведь когда маска здесь не видно но я могу раз все равно кнопку хочу выбрать меня и снизу списочек всех кнопку доступна допустим для кнопки alarm я хочу чтобы где где сейчас не находится курсор в какой бы маске не находился я хочу чтобы я сейчас создам допустим масочку до меня есть некая маска у меня есть некая маска сейчас делю так который говорит о том что есть там тревога или нет тревога данный момент написано ну к примеру или грамм какая там тревога не важно я ее сейчас как-нибудь назову и он будет вызывать микро программа в контроле да допустим микро программа в контроле будет показывать есть тревога или нет но эта маска может настоять где угодно и я хочу чтобы у меня в любой момент вот где бы не находился курсор сейчас по кнопки alarm я всегда попадал в эту маску значит я должен выделить лист так называемый global code и выбрать значит здесь из списка кнопку alarm и написать для нее там go to mask там там mask list и вот она а маска 1 допустим допустим ссори я не я и не выбрал так вот данном случае где бы курсор не находился он в любом случае попадет маску вот эту а маска 1 но можно сделать так что вот в этой маске вот именно в этой маске для кнопки alarm я напишу другой код и курсор буду перемещать либо в другую маску либо вообще никто не буду перемещать ну были бы в воде либо как какие-то еще действия произведут неважно каких ну вот этот это код будет написан для конкретной маски то есть у него приоритет более высокий у кода маски чем у global code кода листа то есть во всех масках будет работать одним образом кнопка alarm а вот в этой маске она будет работать другим образом то есть вот эта глобальная команда просто маска где свободно там она есть еще можно ну каждому полю задать какое-то действие момент мы идем полномерно вот сейчас мы разговариваем смотрите global это вот global code код листа вот я выделяю лист видите здесь маска не выделена никакая и раз мы там не где-то надо взять кнопку да вот я выбрал списка alarm написал на нее для всех сразу масок написал команду перемещение вот на эту маску она будет работать во всех масках но я выделил отдельную маску и в ней для кнопки alarm я сейчас не написал в принципе могу другой код и получится каким образом во всех масках кроме этой кнопка alarm будет действовать одним образом то есть она будет перемещать нас на ту маску а в этой маске есть я напишу другой код именно для кода маски быть не выделяя полей а выделил маску у меня будет действие абсолютно другое может быть назначено для этой кнопки alarm я могу выделить потом другую маску иногда третье действие то есть в этой маске будет третье действие в этой маске четвертое действие а во всех остальных 250 там масок будет по-прежнему то действие то есть это говорит о том что просто код маски имеет более высокий приоритет чем код листа то есть чем global код совершенно верно для этого поля для тоже кнопки alarm я могу написать третий код там и пятый код четвертый который действует совершенно по-другому и получится так что во всех марках при нажатии на кнопку я буду перемещаться на ту маску а маска 1 находясь курсор будет находиться в любом месте например этой маски но не в этом поле будет другая функция и если будет находиться в этой маске но вот в этом отдельно взятом специальном поле код будет третий а могу сделать так что допустим в коде маски ничего не писать для кнопки alarm и он будет работать как во всех а вот только в отдельно взятом поле будет какой специальный код это говорит лишь о том что вот у кода поле приоритет самый высокий он перекрывает и код маски и код глобал естественно защиту может делать что угодно но применение этого может быть тьма выделите поле из бы да мы мы нажимаем кнопку до пример например alarm да и пишем для этого поля какую-то допустим установить переменную один рамок переменной ивана будет равна одному да сейчас я впишу сюда что-то да что там ссоре сейчас я могу допустим go to the mask другое только единство что здесь возникает нюанс когда я именно для поля пишу код отдельный специальный который отличается от стандартного туда я больше сразу становится специальностью от маска специально не становится а вот паре становится специальным то есть я должен утесть ему ввести имя сейчас какой-то удобочитаемое и ну или неудобо читаемых а пока не буду водой потому что последствия таких полей создав мне одно ну вот и значит она мне сохранится в базе данные какая-то поле специально с таким-то именем с одной страны это требует от меня до труд затрат и временных затрат введения этого и мне калось вот вот зараза вот придумали но другой стороны я могу код этого поля написано единожды использовать много раз своем проекте то есть я могу уже брать не стандартное поле а поле специальное с каким-то именем и в нем будет уже написано а там может написано вот столько сами понимаете каждый раз писать вот столько в каждом поле хлопотно а если у вас эта функция неоднократно повторяется в проекте этим становится очень удобно пользоваться вы уже берете поле в котором преднаписанный код но подкладывать под него другую переменную например поэтому вот вот этот вот система которая заставляет нас создавать имена для полей код которых отличается от стандартного она имеет очень больше положительных сторон чем отрицательных отрицательная сторона только труд затраты до 1 на написание этого имя а положительная сторона это отсутствие необходимости еще раз писать точно такой же код в случае если он вам нужен так ну да значит система приоритетов мы с вами разобрались значит самый низкий приоритет у кода написано для листа то есть у global code он работает во всех масках но может быть любом случае в любой момент перекрыт кодом например поле и кода маски или кодом поле вот а код поле естественно перекрывает код маски и так далее в общем все пока пока значит я сейчас большую чистку проведу мы с вами уже покажем что-то более-менее вменяемое значит вменяемое покажем с вами здесь что-то вот эти дисплеи копирует можно можно копипаст железно работает очень удобно все хорошо можно здесь можно любой редактировать и практически вы редактируете текстовый файл вам нарисовали панели инструмент в основном в целом и реагирует текстовый файл поэтому если вы допустим сприт уже с написанным пол ползу забитый всевозможными кодом там командами так далее многочисленным что 500 штук в этой маске написано вы копипастить и вы можете из нее зайти в ее копию и отредактировать это там отдельно она не да и она будет там новая маска а не смотрите у нас здесь был был бы выбор языков например понятно вопрос ясен посмотрите если у вас дисплей один четырехсрочный для другой восьмисрочный они у вас заведомо несовместимы то есть копипастнуть и информацию изнутри выделить ее копипастнуть другой деле вы можете копировать всю маску и вставить в лист который работает с дисплеем с четырехсрочным ссоре они несовместимы нет вот внутри вот вы можете группой выделить все тексты копипаст вы это сделать но вот копип целую маску и вставить про где они четырехсрочные извините также как и четырехсрочную восьми строчных наоборот то есть давайте сначала я вам как показать здесь вот допустим эти показатели часики просто части у нас идут части в контроле мы сейчас покажем чтобы они у нас верхние строчки шли часики но начнем с элементарного у нас часть и как вы помните в системных переменных показываем здесь себе системные переменные но вот мне здесь блин так их трудно себе показать но здесь на самом деле может быть точка вот вот карен дейкар антала вот карант ауа просто берем вот эту переменную в этом списке карант ауа она содержит чистка и сколько сейчас часов так система часа просто берем зажимаем левой кнопкой и тянем на экран перетянули в любое место бросили вообще безразлично если знаем куда хотим сразу то можем сразу установить в правильное место в любом случае теперь смотрите открывается вот это вот панелька который снова предлагает на выбрать формат поле да но помните мы с вами это уже формат правильно все назначили поэтому и на нету табличку можем не отвлекаться в принципе хотя в ней есть одна полезная штука как минимум одна не очень много полезных штук ну как минимум одна которая очень полезная не есть марите естественно для системных переменных тут вообще на нее можно цель каста все света поля сразу правильно кариевцы молодцы не все для них формата выбрали оптимальные поэтому можем сразу же окей не тратить на это время вообще не даже не смотреть сюда вот допустим я перетащил появилась табличка окей все или интер все вот она сразу два знака вот этого часы теперь мы можем расположить ее в удобном месте ну вот дальше находим минуты перетаскиваем минуты окей значит так перетаскиваем день окей месяц окей и год помните говорю что у нас не существует проблем 2000 года потому что всего два знака х мы сейчас ее создадим никаких проблем мы сейчас за им проблема 2100 года да теперь смотрите разделители между ними но это то что вы нарисуете кто-то кому нравится . мы двоеточие кому-то слышу вот американский на американский манер слыша коррелство кстати тяготеют к американскому алистка пашу во всех их приложениях там слышали где ну вот я по европейски значит рисую вот выбираем здесь в тулбоксе вкладку tools нас институт интересует размер пути что-то заговариваю стал инструмент текст обращаемой нет текст имидж не имидж текст а текст имидж текст в общем ну многие используют немногие некоторые люди в россии тоже его используют но в целом это инструмент придуман для китайского рынка потому что у них иероглифы этот инструмент позволяет преобразовать текст написанный каким-то шрифтом да можно подобрать такой шрифт который будет преобразован в графическую картинку и будет отображаться как буквы именно в виде графической картинки но он на сами понимаете не очень это редактируемые после этого становится а мы с вами будем воспользоваться текстом инструмент текст перетаскиваем в эту маску ну можем бросить произвольном месте если знаем куда хотим поставить можем сразу поставить туда когда хотим вот я сюда поставил первый раз текстовый редактор после отпускания мышцы вот вы включили ванту и раз он чуть-чуть долго запускается а потом все теперь он будет он запустился он уже где-то на фоне работы будет мгновенно запускаться но текст разделитель двоеточие окей пока латинице пишите пока не кирилльцу не лезьте новости он не работает пока ну вот дальше ну можем взять еще один текст вот сюда перетащить здесь значит . потом значит два пробела потом две тысячи ой ссори . 2000 вот я создал проблему 2100 года хороший повод заработать деньги в 2100 году пусть как микрософт срубил бабло проблеме 2000 года мы сейчас можем себе создать предпосылки для зарабатывания таких денег в 2100 году так будьте оптимистами и чего вы уже 2000 какой там 13 год нормально как раз на пенсию себе нарубить ну можно конечно да можно сделать и так может да может приблизить момент то есть взять от года только один знак показать себя и показать одиничку в 2020 году снова наступит 2010 искать ну ладно все все мы слишком много отвлекаемся на всякую мелочь вот эти часики мать и что я могу сделать я сейчас продемонстрирую такие скажем ключевые возможности работы с дисплеем но допустим я хочу написать здесь текст слова к примеру температура видите по по английски там латинскими шрифтом все замечательно теперь если я его переключу на русский язык видите какая получается незадача не работали а это случайная буква не работает как сделать чтобы заработала чтобы заработала кириллица ну вот надо выделить лист ой я слишком активно выделил лист надо выделить лист то есть здесь не должно быть маски свойствах листа мы должны выбрать шрифт по умолчанию здесь всегда остается шрифт который не содержит кириллицы но нам надо выбрать шрифт который кириллицу содержит значит в свойствах листа последний последние свойства текст фонд вообще ничего нет по умолчанию все есть то что есть по умолчанию она просто не показывается вот мы кликаем в поле со свойства у нас появляется кнопка мы жмем кнопку у нас открываясь такую маленькое окошечко ведь написан use default at global level карел term std мы выбираем кастом айс из выпадающего списка выбираем последний шрифт карел терм из окей все ведь здесь появилось свойства она применится к всем маскам ко всем полям теперь мы с вами можем открыть нашу маску взять инструмент текст и написать слово температура сразу хочу ваше внимание обратить ну точнее так сказать опередить ваши вопросы связаны с тем что здесь не очень-то красивые шрифты до вантула нарисует не очень красивыми шрифтами я думаю что это просто тот первый попавшийся бесплатный шрифт который на простор интерьера интернета нашли кареловцы инженеры потому что у них там у них там надо понимать я им предлагал шрифт правленный который будет красивым они мне так вежливо сказали что мы переживем ну потому что они испугались того скорее всего что я им потом предъявлю кто-нибудь не обязательно я предъявит им свои претензии на то что какого черта вы здесь бесплатно используемой шрифт поэтому они используют по возможности всегда своих продуктов используют вот максим максимально возможно бесплатные продукты да вот они нашли гарантированно бесплатный шрифт он очень кривой я вам сказать очень кривой и они его используют и вантул ну вот но в контролере там все хорошо вот в контролере буквы эти они будут отличаться от того что увидите в арту они там будут нормальными разуверяю потому что там эти буквы здесь уже в россии делали а да 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 так вот здесь немножко стоит обратиться к истории таска на самом деле я набрал вот именно то что вы видите здесь в панели свойств дело в том что так исторически уж сложилось что ну не всегда инженеры которые разрабатывают толковые вещи дальновидные ребята но вот он карта символов да это чармэк вот и вот эти вот символы русские они вообще находятся дни ну не настояне имеет не стандартную кодировку они не соответствуют кодом клавиатуры по причине того что когда они должны быть это видимо где-то здесь где вот эти циферки всякие там пробелы научи на другой кодовой странице фишка в том что когда они задумали этот дисплейчик соли на который поддерживает разного рода буквы они как-то не подумали о том что есть люди на земле которые пишут другими символами не латинскими да то есть там разные люди есть которые пишут почему-то не латиницей и вот и коды тех кнопок на клавиатуре которые соответствуют на наших с вами латинский русским кириллическим они заменили всякими иероглифами стрелочками галочками черточками там и прочей ерундой там ну а когда дело ну вот и на что значит прошили это благополучно в микросхему которая здесь зашито до знака генератора там а всю эту ерунду выпустили заказали миллиард этих микросхем наш положили себе на склад счастлива живут а потом пришли ребят из восточной европы говорят о по давайте ребята нам кириллицу тегуща раз оба а те места где должна быть кириллица вот со соответствии с клавиатурой да там кодом квадрат там черточки лампочки и стрелочки там иероглифы какие-то там еще к это фиговина но вот репу почесали на свободные места чармепа напихали наших букв но когда значит все приехало к нам мы стали набирать клавиатуры 1 клавиатуре набирается вот это вот то что вы видите в панели свойств но тогда для нас придумали эту кнопку чармеп и первые значит десять лет работы с кораловским продуктом мы по буковке вот так вот набирали русские слова здесь через эту кнопку но пока значит то не придумали значит перекодировщик на лету до которых кстати без ложной скромности муж хоть я и я им сказал как сделать надо они значит 10 лет они выкаблучили sky мы не знаем как это сделать но потом им послали значит решение они сказать мы бы придумали как это сделать ладно придумали молодцы ну вот это да да но на помощь я им послал да как бы с микросуста кстати был скачан редактор раскладов была сделана албанская раскладка на компьютере да у меня помнишь и на на албанской раскладке подложен другие кодировки я собственно переключался на албанску из нормально печатал по-русски весь белый свет накликивал эти самые буквы а я печатал мы потом ты взял и послал этим кариосом ну вот они от следующего релизика об мы придумали как сделать а вода вода была программа мы писали по-русски видели каракули но это было не этим было не очень удобно пользоваться но тем не менее мы писали печатали по-русски видели где-то караклю потом вот видишь написал какой-то специальную пробу там на вижу basic и мы пропускали вот этот файлик текстовый который генерится в результате наших с вами работы через ту программу и он ее переставлял символ уже на русский все замечательно корректно работала но только если вам хотелось поправить символ то ссоре но да потом был перекодировщик просто на сделан такой простой просто раскладка отредактирована и все вот они сделали теперь так так вот когда мы с вами печатаем по-русски здесь это продукт того что программа ванту просто перекодирует на ходу это самое наш русский символ в кривой свой внутренний и все то есть на самом деле я славиатура набрал не вот это а вот это вот и поэтому если здесь вот в панели редактирования этого поля текста вы будете видеть корректный шрифт нужно скорректный текст то в панели свойств который просто берет из памяти в текстовом виде это дело вы будете всю жизнь всегда то есть до конца на ванту вы будете видеть в эту вот эту вот фигню здесь с этим ничего не сделать если здесь набрать вы получите вопрос наберем вот то что вы в результате получилось вот в это авто поле вот так получится что я только что вам показывал да я думаю что вам не потребуется налестись какого текста копировать сюда здесь может копировать прямо здесь прямо прямо здесь не на самом деле смотрите здесь есть еще один маленький бак причем карелс утверждают что это не не их бак что это бак макрософских библиотек которые используют они мне на в ответ на мой вопрос зад заданный двадцать шесть тысяч раз ну и и ответ я путь у него когда приехал и вот там одного из их ребят вот носом ткнул в этот компьютер а значит показал ему следующее значит вот я хочу набрать большую букву в эра кириллическую вот я что получаю вот видите курсор стоит на месте на экране видите рисуются пробелы сам те что в контроллере вы увидите букву в большую при этом правда работать с этим вот невозможно вообще но вот значит там человек записал себе вот столько в блокнот информация потому что он у него там какая-то еще хитрая вантула она у него с какими дополнительными фичами он куда-то там слазил посмотрите но вот и через неделю мне прислали вот столько вот информации международной википедии потому что вот не только в россии вы паритесь с этим кодом символов соответствующего вашей большой буквы в а еще и в такой стране в такой стране и мы не виноваты мы ничего не можем детства что microsoft допустил на такую-то ошибку это вот так криво работает а часть конечно отмазка потому что один раз этот косяк был вылечен в одной из версий ванту а в следующей же версии он его он обратно появился и и в общем я просто перестал ругаться с этим в общем этот баг хронический он в антул был почти всегда я думаю навсегда останется и вместо отечественной буквы в приходится переключать раскладку ставить их не в букву б и потом переключать раскладку и писать все будет корректно все будет хорошо но вот да да но прессе работ с этим неудобно если вы понимаете как если бы она хотела смещала мне курсор здесь вот здесь то тогда бы проблем никаких пробел и пробел я понимал бы что это буквы как вот здесь вот видите но здесь то курсор стоит на месте я вообще не понимаю чего я набил чего не набил поэтому конечно этим работать с этим работать неудобно но это на самом деле один из немногочисленных таких багов придется с ним смириться все последует дальше значит теперь я хочу показать эту температуру выбираю переменную со темп да у меня была такая так юзер она со темп перетаскиваю просто сюда окей я живу тоже уже побеспокоился о правильности формат полей да но могу себе показать еще текстом градуса цельсия как как градус цельсия набить а в ряда очень удобная кнопочка чармэ можем выбрать либо вот так вот градусы там цельсия вот один из вариантов да такие градусы цельсия ну либо могу есть такой символ сразу градусов цельсия вот он где-то здесь градуса цельсия по желанию кому как удобно вам можете вообще никаких символов не ставить кто не не любит единиц измерения то не знаешь такой цельсий кто такой цельсий не ставить кстати зря смеетесь я со время вот вот как допустим по диапазону в регуляторах правильно какие единицы измерения правильно выбирать эта величина вообще такая абсолютно принципе правильно кельвина выбрать для диапазонов они градусов ну вот я пол своей жизни писал к когда я до конца устал отвечать на вопросы что такое к понимаете я стал писать градуса цельсия пускай лучше быть безграмотно чем я буду 27 раз в день отвечать на вопрос что такое к понимаете поэтому все сами понимаете чтобы правильно работала не обязательно учиться в 27 институтах и знать что кельвин достаточно просто знать как как заставить это правильно работать поэтому я например абсолютно спокойно к этому отношусь а град 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 можно писать так замечательно теперь смотрите я хочу показать себе допустим уставку вот допустим напишу здесь слово уставка уставка вот уставка есть маленький цельсий да да есть специальный символ который в одном символе в одном поле да и градуса и цельсия а можно отдельно градуса написать символ градусов есть и букву сити это не имидж текст честно на месте для китайцев я вашему говорю и мистец он попал он сразу по двум строкам пишет но там до кривые да да и перевод в таких попытку вступать так как здесь кривые очень трудно потому что разрешение дисплей это не очень высокая поэтому получается нет я вел человек который успешно подобрал там шрифт размер шрифта там еще какие-то коэффициенты подгоняются и можно в принципе более-менее удобно читаем и красиво сделать но зачем это сделать когда понимаете самый главный косяк имидж текст то что не редактируемый толком получается он уже в картинку преобразовывается все нет нет он делать битмап на лету ну вот смотри и имидж текст вот я беру имидж текст здесь до пишу пишу что угодно но вот здесь выбираю шрифт под наиболее какой-нибудь там подходящий дам неважно какой там там ареал ареал нет тут тут приходится выбирать подходящий чтобы он здорово конвертировался чтобы он лучше как можно лучше конвертироваться ну вот подобрал здесь размер этого счета пока ничего это все по умолчанию и вот видите вот он у меня но у меня видите между строк строго теперь я должен подать вроде как вы все читается здорово да но правда между строк значит надо значит здесь этот текст-фактор как-то подобрать тогда куда ты его сейчас мы посмотрим о сместился не туда так сместился вот тоже никуда так вот увидеть попал строку наконец он попал но потом расстояние между буквами надо бы как бы как-то тоже ну в общем с этим очень довольно геморройно а главное что теперь я не могу его по моему они кстати по моему могу теперь кстати раньше нельзя было редактировать теперь я даже могу его ответ а нет нет а так вот на самом деле реально это будет картинка он он преобразуется в картинку но есть слабо а вот теперь я хочу в эту строку написать я вот в эту строку хочу теперь еще написать а если не наложить наложиться не так короче кто хочет пользоваться имидж текстом пользуйтесь пристали ко мне но в принципе немного я все это знаю но просто имидж текст это это для китайцев сделано специально чтобы они могли рисовать там свои эти иероглифы они у них большие ну вот дальше у меня есть такая вещь как тэсэд поинт тэсэд поинт она у меня видите она у меня чтение запись большими выключение запись окей но я не хочу чтобы на этой первой странице который всегда висит на каждый кто подходил мимо хотел что то там менять я хочу для того чтобы уставку из них где-то отдельную страничку сделать а здесь по только показать эту ставку что нам вот такая для этого как раз мне и показывают каждый раз назойлива вот эту дурацкую табличку с просьбой опять выбрать формат так вот с помощью этой фабы таблички я могу выбрать пить его на помощь и стоит чтение запись а я могу перри выбрать для него формат только чтение то есть переменная так и осталось чтение запись все с ней хорошо но вот это поле именно это на этой странице она только для чтения ну дальше значит цельсия опять пожелать я поменял просто я перетащил поле назойлива таблица с требованием выбрать формат я мог оставить формат по умолчанию чтение запись но я выбрал только чтение а вот подходящее количество знаков цифров там и так далее но вот нет почему я это могу делать любой момент то есть я могу выбрать в 10 поля до выделить видите меня в панели свойств открылись его свойства этого поля соответственно я могу видите а вот вы поменять на input output какие проблемы здесь я все все что меняется могу менять никаких проблем все что здесь принципе допустимо изменить могу поменять в этом для того панели свойств мне нужна это очень довольно таки такой удобный инструмент теперь насчет размера шрифта здесь в общем достаточно ограничены возможности по изменению размеров шрифта но они существуют то есть я могу себе допустим слово ну температуру я уберу я могу температуру отобразить себе здесь таким большими цифрами которые в четыре раза больше чем стандартная то есть у меня сольются четыре поля в одно то есть у меня будет дисплей не восьмисрочный а семисрочный станет ну отдельно взятая маска это не весь не не весь проект отдельно взятая маска вот в этой маске будет не из не 8 строк а 7 но как это сделать кликаю в маску здесь есть у нее свойства row zoom кликаю в row zoom появляется кнопка вызываю эту штуку она по умолчанию use default at global level 0 вот кастомайз и жму кнопку next 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 окей вот она стала эти большая но на самом деле сами погибите там поэтому на это увидеть что комбинации там все может быть четырехстрочный сделать дисплей хоть шестистрочный там семисрочный идти строчный нет а обвиняется только вот из четверяются то есть я могу таких строк выбрать здесь соответственно смотрите вот все возможные комбинации вот они вот нет ни одна это четыре строки понятно нет 4 хорошо у вас 1 ну вот а ну вот соответственно у нас мы теряем количестве надо на сколько строк уменьшается и у нас количество знаков строке уменьшается то есть так 22 и стандартно впереди 1 а так будет их 11 до но тем не менее зато мы имеем большие буквы чтобы выделить не что что мы хотим показать пользоваться дальше динамически это статично это сделали и сделали хотя не кисло было бы конечно другой стороны вы не тебя понимаю что управляемое свойство это конечно замечательная вещь тут некоторые могут управляться но я не могу найти этого реального применения дайте делать как хотите вот здесь вот вот игру я лишний раз могу подчеркнуть то что тем понимаете как есть есть подобная программа которая вот здесь довольно много возни с этим юзер интерфейс как говорится с поиски интерфейсом в анту довольно много это довольно трудоемко это довольно много работы хотя ее мы не часто будет делать если скорее всего сделать как быть один вариант и будете им пользоваться ну а но зато здесь у вас есть абсолютная свобода если вы хотите допустим пароли есть пароли есть или пароли а может делать чтобы не было можно по умолчанию их нет если вы создаете вот систему паролей вы можете сделать систему пароли да вы можете ей пользоваться если вам допустим допустим не устраивает три уровня доступа пароли вы можете сделать 23 и там сто пятьдесят семь уровней доступа каждому каждому человек который теоретически может подойти к этому контроллеру вы можете дать свой пароль ему будет попадать только туда куда вот ему надо попадать понимаете а можете этого не делать можете вообще не делать никаких паролей есть вас абсолютная свобода да 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 вы там создаете вообще вот в этом редакторе маски дитер вы знаете абсолютно свободный тот который вас устраивает абсолютно интерфейс да 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 там там это элементарно и в там есть примитивники но и в там есть выше есть если если соответствует значит значит соответствующие не соответствует не соответствует все не надо вам циклы ведь нет 10 циклов нет это примитивный язык который нужен только для того чтобы курсор может переходить с места на место по большому счету и соблюдение некоторых условий тут есть примитивный if без else предупреждаю сразу нету else нет дэн там ничего нету есть только if есть условия соблюдать соблюдалось значит под этим и фома исполняется команда если не соблюдалось значит не соблюдается значит команда игнорирует все вот такой и никакого else никаких там за никаких там else if и прочих нет тут не требуется индив тут есть и все что и все что дальше в к в кривых скобках под и эта функция до if если if истина значит все что в кривых скобках исполняется если и вложит ложный значит игнорируется все что в кривых скобках все да да все так значит так ладно давайте что еще можно могу рисованием заниматься то есть могу здесь показать себе какие-то иконки и так далее то есть для для этого по большому счету должен зайти в редактор похожий на пэйнт до пэйнт я скажу не очень хороший редактор но можете зайти в редактор похожий на пэйнт нарисовать себе черно-белые кстати замечу черно-белые они цветом надо переключить чтобы в картину было блин черно-белое женщине ругаться будет что у нее слишком не парни в неправильном формате картинки в черном-белом формате рисуйте себе картинки в редакторе похожим на пэйнт и любые фигуры и иконки в пределах разрешения соответственно вот этого вот дисплея то есть дисплей 132 на 64 вот вот максимальное разрешение картинки которые вы можете до подложить если это иконка ну сами понимаете считайте переменные присвоить не значение а иконки момент значит а вы можете использовать значит картинки те которые либо сами нарисовали либо есть лень рисовать кое-чего я вам покажу где взять но вы можете вот допустим я хочу сейчас выделить эту строку черного инверсной линии такой темный то есть вот будет на темном фоне в этой строке белыми белым шрифтом написано время там и так далее я должен взять вот папочку ресурсов и открыть ее и перетащить из нее картинку сюда папочка ресурсов пуста да или я должен был взять инструмент имидж перетащить сюда а по пусто нету но здесь возможно в папочку ресурсов здесь можно добавить двумя способами до сюда картинки первый способ да это просто ресурсов это ресурс ну или креет имидж откроется ваш там этот штатный этот рисовал как типа пейнта да ну вот либо взять сразу инструмент и имидж до здесь нажать кнопочку импорт что будет то же самое что это ресурс тупо это одно и тоже совершенно значит импорт например находим знаю значит картинки у вас должны быть где-то папочки с нарисованными картинкой если вы не нарисовали картинку значит значит вы идете на диск c смотрите куда вы идете диск c программ файлс у кого шести четырех разрядная значит 86 у кого нормальная операционная система просто программ файлс так смысле у кого нормальная то 86 у кого вот старая 32 разрядная то просто программ файл карел ванту имидж лайбери и джиди но в данном случае смотри здесь есть вот какие вещи вот эти иконочки они уже при нарисованы 16-16 пикселов отдельно для вентилятора тут должно быть по моему где-то нет ссоре они все время для вентилятора как-то особняком их кладут вот 18-16 и вот фан степс видите вот такие вот сети уже нарисован 32 вот 30 на 32 32 на 32 64 на 64 но понятное дело это не те библиотеки которые удовлетворят любые ваши требования и чаяния да но кое-чего нарисовать совершенно верно совершенно верных можно взять и использовать как есть а можно как-то добавить дописать то своих можно взять их за основу и перерисовать на свои дальше black rose нас интересует потому что мы хотим полоску полоски на нам тоже нарисовали black rose значится для пиджи ди 1 то есть они размер чуть-чуть размещают размер на пиджи 0 кого они 120 точек а для пиджи 1 132 значит нас интересует значит нам нам еще сейчас о будущем побеспокоимся потому что нам будет меню рисовать нам но значит нас интересует вот этот black rose 132 на 8 и white rose 132 на 8 и тут вы видите о ужас у меня нет white rose значит тут же не отходя отказ открываем с помощью пейнта black rose открыть с помощью ну и другого удобного вам редактора paint значит здесь какой-нибудь заливкой да там заливаем ее белым цветом у кого старый xp да там есть просто обратить цвета сохраняем как с удобным вам именем лучший конечно не использовать при этом кириллис но у меня она ведь уже сохранена как white rose 32 на 8 дальше выделяем обе с контролом и окей вот они добавились видите уже теперь я выбираю имидж black rose вот она полосочка устанавливаю ее на правильное место так сейчас тут у меня косичок вот и все хорошо не знаю как для на работу со слоями но к почему-то время правильно почему все время поля вот эти оказываются с переменами оказывается верхнем слое ну собственно вот да теперь да вот это имидж теперь смотрите ресурсов я добавил в него вот ресурсы детьми и black rose и white rose есть вот я делал через инструмент кимич импорт да это ровно то же самое что ресурсов это ресурс в ту папочку или какую-то другую где у меня картинке а теперь я отсюда может просто могу из этой папки просто тянуть их сюда и вот и все все будет хорошо да шрифт автоматом инвертировал совершенно верно теперь что касается подкладывания под какую-то переменную их то под поле с переменной каких-то полей до каких-то рисунков или или не рисунок значит смотрите ну пример у нас есть переменная сейчас я создам который называется юнистатус такая переменная часто есть проекта 0 и носящая примерно похожий функционал на функцию несущая она типа in the же обычно она довольно маленького размера она там обычно 0 1 2 3 но у меня проекта там она может достигать него из какого значения но не очень большой но давай сделаем примитивно она может принимать значение 0 1 2 3 но любую соответственно выключена единица включена двойки тревога окей то я ее принять она у меня в пройти нигде ничем сейчас не управляется потому что я вот разрешил этого не делать ничего ну вот но ну вот она будет 2 я ее сделаю вообще знаете какую запись чтение чтобы я мог ее где-нибудь изменить и чтение юни статус интеджер в обычной жизни она формируется самой программой то есть берется количество переключателей определенной лестницы ставятся соединяются друг с другом сквозняком и подается управляющий вход на соответствующий переключатель соответствует выбранным режимом когда выключена к допустим 0 проходит через переключатели потом подаем единичку на первый переключатель у нас единичка подключается к выходу потом двойка тройка четверка и так далее там сколько хотите но сколько хотите не получится до 255 раз можете 255 раз 255 значений переменной мы можем подменить текстом или картинкой да вот она будет юни статус для примера только чтение 02 вот он юнит статус значит я перетягиваю к примеру сюда окей ток чтения где текст я подпишу здесь состояние блин да значит смотрите вот примерно так как так для красоты располагаем теперь я хочу чтобы меня в этом поле место 012 оказывала выключена включена тревога замечательно выделяя это поле нахожу его свойства ресурс used он in вот она в панели свойств жму появляется кнопка нажимаю кнопку ведь пустой такой редактор открывается добавляю здесь столько полей сколько хочу отобразить строк то есть 0 12012 в этом столбце выбирая это будет текст имидж текст или или что если буду работать картинка выбирая картинки есть буду работать с текстом выбирать текст имидж текст пускай китайцы выбирают но но я сейчас не буду с картинкой у меня надо будет лезть в библиотеку опять импортируйте иконки придумать какие подойдут я сделал текстов ну вот значит так вызываем на редактировать строку здесь прямо писать нельзя надо вот здесь вот нажать вот эту вот стрелочку выпадет редактор уже известный пишу значит выключено дальше control копия так здесь control в здесь у нас будет включена кей и здесь у нас будет 33 б ога 3 бога ок теперь меня ведь это поле отличается от всех остальных полей она у меня стала специальным должен назначить имя но я обычно на поля которые более-менее функционал такой общего плана имеют я все-таки удобно читаемые имена им вписываю с тем чтобы потом может быть в проекте еще раз и как-то использовать можно было с ним чтобы допустим появится у меня допустим состояние только установки а пустим насос вентиляторов и у тоже у каждого выключен ключ на тревогу выключен ключ на тревогу чтобы каждый раз не набивать это выключен ключ на тревога я возьму готовое поле подложу под него другую перемену в нею не статус а друг другую у меня уже текст весь преднаписан будет поэтому вот эта система именованных полей она удобна вот видите она теперь называется поле в варабал называется юни статус общики не статус то есть если я теперь допустим возьму отсюда из инструментария field поля например перетащу сюда выберу теперь вот вкладочку special fields ведь у нас есть юни статус об select variable просит у меня нет перемены подходящий да пускай будет но очень есть у меня была подходящей перемена я там подложил другую перемену а она изменяла изменялась бы 012 и будет писать тоже так вышли уже все готово все хорошо появляется новый объект у меня раньше были просто стандартные поля а теперь кстати полям еще мои собственно добавились все совершенно верно вот соответственно это может быть не только текст и может картинка там чего угодно насчет анимации анимации вот в этом дисплее и и как таковой нет вот пиджи и третьим было там было специально то можно было создать анимацию она вот как жила такая объекцию как аниме анимация то есть вы туда уже заготовленную анимацию на экран показываете она у вас рада в общем крутится вверх бежит как тогда здесь кос но здесь можно так у суррогат анимация сделать элементарно если вы допустим у вас у вас есть и даже ну конечно вы ограничен 255 кадров но вот у вас есть и даже у вас есть какой-то счетчик набинать инкрементом в каждом цикле тук-тук-тук-тук-тук-тук этой переменной а если у вас под каждой его значение подложено меня был хоть и знакомый фанат не у меня знакомый и точнее не знакомым прошел такой тренинг ему все понравилось он начал работать и я когда увидел включает контроллер значит у него там перед прежде чем установка включится сначала очень я пошел курить так что у него там значит какой-то человек по экрану пробегает какие-то лозунги там почему не домой будет мультяха такая секунд минуты на 2 на 3 такая а потом там все включается а а и ванек ванек вот иванович батарев наш вон на таком тренинге когда вот сидел ну вот ему было ну моя честь это не не надо потому что не собирается программировать контроллер ника в жизни у него другие задачи абсолютно вот он вот он пока сидел на этом тренинге он тетрис нет он это танчик это сделал вот дайте когда вот идут эти фишки такие да по полю и вы обижаете на на фигуре там кочки там на корабле но это было болт там лодка плыла по реке там отплывала там мастер или танк да там вот он сталкивается с препятствием вот она беджетит от такого беджет и сделал эту игру наваял пока сидел на тренинге ну да там у нас делал я не видел этот код и не смотрел но вот он в общем два дня тренинга затем тогда мы делали три дня ну вот вот он первый день он просто сидел слушал а за оставшиеся два дня он наваял игру не я знаю что по моему в карьере кто-то тетрис на нем по моему что-то наваял там да но в принципе можно сделать хлопотно так дим образ давай теперь научимся делать меню все-таки интересно да как же так это черточка по экрану двигается выделяет ли строки и что я вам покажу один из многих из множества каких-то способов многие способы может быть я сам никогда не 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 делал там и не знаю да есть вопрос такой творческий как как сделать меню давайте я сделаю один из вариантов вот у метод масочка есть если у вас этой маски свободные нет вы можете перетащить ее из инструментария маску луп вот значок лупа можете удалить он мне не понадобится маску когда новую тянете она всегда вместе со значком лупа тянется поэтому здесь ничего с этим не сделаешь но в данном случае в меню нам этот значок лупа не нужен поэтому можно его сразу удалить значит масочку назову просто меню в этой маске поле move нам не нужно поэтому я от него сразу избавляюсь от него только будет один вред выделил белит все поле move здесь нету ведь когда маска без поле move и здесь такая решетка появилась так пока чистое без ничего вот она вот такая вот решетка так ладно значит что нам потребуется для того чтобы создать меню но для начала надо подписать что это будет меню да давайте напишем что это главное меню и собственно заголовочек окей так ну там как более-менее симметрично расположили теперь нам нужны пунктики этого меню ну давайте создать несколько пунктиков допустим будет пунктик уставки там допустим уставки дальше пунктик будет параметры давайте сделаем там три три четыре пунктика так что там еще у нас могут быть часы установка часов заодно и установку часов покажу ну и там еще давайте четвертый пункт придумаем входы выходы непонятно что мы не будем дальше развивать это дело но в самом меню переход из этого меню мы сделаем вот собственно если меняешь ими маски в ходе кнопок автомата меняется ими маски на многое нет вот есть ты поменяешь ими маски то она автоматически изменится в ходе кроп а стив кнопка коде кнопок изменил то ты не ходе кнопок да 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 изменится так ну выравнивание этих пунктиков по пожеланию можете по центру выровнять можете по краю выровнять это дело как говорится хозяйская на работоспособность этого алгоритма не влияет теперь нам потребуется 4 поля в которые может попадать курсор значит мы сейчас выберем здесь tools fields перетаскиваем field инструмент вот сюда допустим перетащим значит выбираем поля выбираем данные в качестве переменной нашу пустышку так поля значит отфильтровались значит смотрите какие здесь у нас есть варианты стандартное поле для булевой переменной так стандартное поле для булевой переменной вход-выход move нам не очень есть эти стандартное поле меню в нем там даже при написано какой-то код но мы его не будем умышленно не будем пользоваться вот это поле стандартное поле булева только вход в этом переменной в этом поле никакое значение переменной показываться не будет меняться не будет это поле 15 для того чтобы туда мог попадать курсор все больше больше ни какой смысловой нагрузки она не несет поэтому выбираем это стандартное поле только вход видите одна одинокая буква ай здесь выбрали вот оно поле здесь значит таких поля мне будет 4 вот они в каждой строке по полю таком одинаковые даме только вход все все идентично здесь будет у нас шагать курсор поле я взял поле я взял поле значит выбрал из перемена даме пустышку эту дальше выбрал из тип тип поле подходящий вот это только вход готова 2 сверху окей вот она меня здесь появилась и дальше я просто раскопировал здесь есть у меня будет бродить курсор по этим полям нет не любой я выбрал просто инструмент поля там выбрал вполне конкретное поле мне просто нужен нужен нужно поле в которой могу попадать курсор не больше не меньше а это самое подходящее для этого только вход если вход выход будет метам будет 01 показываться до значения переменных а поле только вход позволяет не отображать меня никакое значение переменных поле переменную сначала должна на переменную данные этого нашего пустышку ну да здесь курсор будет бегать он будет маскироваться нашими черточками поэтому его будет принципе не видно курсор будет в этом в это в этой масочки но его будет не видно потому что будет замаскирован такой черной линией черной полосой так все здесь у нас будет белый курсор вот по этим полям а только и только входа теперь нам потребуется мы сейчас создадим с вами новые переменные значит служебные переменные значит добавляем переменную назову я ее значит с меню р умеется роу скажем так ну обычно смотрите я для удобства называю вот эти вот меню р там один два три четыре по номерам строк но строки здесь считается нулевой нулевая 1 2 3 4 5 поэтому вот у меня у меня меня начинается видеть со второй строки дисплея поэтому назовут значит меню r2 так значит переменная в оперативной памяти булева все остальное по умолчанию финиш окей дальше еще одну переменную меню r3 видите мне уже подогнали сюда циферку троечку автоматически все замечательно дальше меню r4 не уже таких перемен столько сколько у меня бы строк в меню а циферку но есть циферка там на конце может быть любая но я для удобства делаю всегда для себя любимого чтобы вот соответствовал номеру строки в которой собственно будет эта переменная установлена r5 то есть для второй строки для третьей для четвертой для пятой вот все мне достаточно если меня было меню восьмистрочные значит были r0 r1 r2 r34 ну в общем как угодно эти названия здесь не имеет значения вы можете называть его хоть иванов я создал переменной себе они у меня носит носить будет такой служебный характер они мне будут подсвечивать эти линии включать и выключать да да просто создал перемене меню r там назвал произвольно но данном случае так примерно чтобы отображала ради чего насос на нахожу значит переменную меню r2 первую пока только одну перетягиваю сюда только выход тип поля стандартная только выход окей больше пока ничего не тяну выделил это поле нахожу срок свойства ресурс юст он был работает точно так же как ресурс юст он int только для булевой переменной то есть я могу для нуля подложить либо текст либо изображение одно для единицы либо тесли изображение другое значит ресурс юст он int он был и данном случае у меня нулю будет соответствовать белая черта которая будет но не видно который будет а единицы черная полоса это я здесь текст тип меняю с текст на имидж здесь тоже имидж но здесь теперь кликаю сюда нажимаю вот это выпадающее меню нажимаю и выбираю здесь меня white row помните я уже импортировал оттуда из картинок white row это для нуля а для единицы black row все окей теперь от меня получил спорено специально на называю его f там меню raw вот так назвал как то как назвать тоже не принципиально я специально для полей которые многократно в проекте используются всегда всегда имена стараюсь придумать которые более-менее отражают содержание до ради чего это вообще это special feel создан теперь смотрите как просто дальше все нет мне надо выделять я пока вот подготовил для выделения первую строку уставки нам не надо будет выделять четыре строки я просто вот эту же самую поле от копирую здесь по количеству строк у меня 4 вот такие поле пока во всех них видите меню r2 переменная variable name вот здесь в панели свойства обратить внимание и в этом поле и в этом и в этом и в этом теперь выделяю следующие после моего строку меняю здесь прямо в панели свойств я переменной уже создал вот вот этот прием годится только в том случае если вы назначаете имя здесь ручками уже созданной переменной то есть вы уверены что она есть ваш есть я сейчас напишу здесь допустим меню r7 видите написано чтобы такая переменная не существует и вернули вести на r2 но я знаю что я создал r3 поэтому я здесь пишу r3 в третьей строке r3 четвертой строке r4 а в пятой строке r5 где что линии черные линии линии они находятся нас папки ресурсов смотрите у кого поля есть свойства у любого булева поля есть ресурс ест он был я здесь поменял текст на имидж какая вам разница а почему а ну да да давайте добавим смотрите значит это очень просто в ресурсы добавить значит вот здесь по папочке ресурсов где-то один карл один ту момент имидж вам надо в эту папку импортнуть проект вы находите в проекте папку ресурсов выделили правой кнопкой кликнули это ресурс и находите вот путь программ файл скарел вантул имидж лайбери пиджиди black rose пиджиди но ей знаете вы не создали там белую плохо она нам понадобится белую из черные получить легко если у вас xp просто обратить цвета и сохранить с новым именем если у вас старше чем xp заливку белым цветом и сохранить с новым именем так вот они здесь появились теперь мы пользуем их по своему усмотрению а 32 на 8 на 132 точки 8 это высота строки так все вот эти черные линии мы сюда импортнули теперь если это переменная будет принимать состояние 1 то у нас будет появляться черная полоса а есть она будет сои 0 то бы появляться белая полоса то есть то есть ничего не будет появляться тогда понимаете это издержки или сиди дисплеев и точнее их управляющего процессора они не всегда корректно закрашивать если вы просто снимаете допустим какую-то картинку дизейбл делаете то она может отобрать остаться отображаться на дисплее но это зависит от процессора самого уже дисплея белая она позволяет затереть просто ее и все так ну вот теперь смотрите что мы с вами поступим конечно мы можем в этих полях написать код то есть для кнопки вниз допустим для этого поле мамо и написать код значит сбросить вот эту переменную до установить эту тогда у нас это черная линия потухла а это появилось на и курсор бы перешел на следующем поле голду next field потом для этой снова написать и эти попали все стали специальными вот самый простой путь самый тупой да и он и я вас уверяю железно работает это никаких проблем вы можете сделать так вот все заработает то есть для каждой из этих полей написать для кнопки вниз функцию пример такую переменная такая то вот это меню r2 равна нулю переменная r3 там равна единице go to next field все перешел строка потухла следующая строка зажглась курсор переместился замаскировался эти же полоской и все хорошо для этой для этого поле дальше для кнопки вниз и все но смотрите допустим я хочу еще одно такое меню копирует просто в сторону и и дальше соответственно у меня возникнут опять special fields новые потому что у меня что-то еще для кнопки интер надо будет написать мне даже не просто будет подсветить строки а мне надо же будет еще и перейти куда-то из соответствующей строки в соответствующую там маску да ну вот соответственно у меня там будет для кнопки интер написано go to mask такой-то здесь для кнопки интер go to mask такой-то и так далее и когда я это меню поперну как еще один экземпляр поменяю здесь пункты меню назову их по-другому допустим по параметры там регулятора параметры там еще чего-то параметры еще чего-то параметры еще чего-то я вынужден буду здесь вот этих полей переписать и сделать новые в special field и очень не очень хорошая переносимость мы постараемся сделать не идеально но с лучшей переносимостью этот код написать то есть меньше редактирование меньше специальных полей и так далее я сейчас напишу код для маски не для поля конкретного а для маски используя функцию if и буду определять координаты курсора меня интересует только одна координата это номер строки в который находится курсору данный момент ну вот очень выделил маску то есть ни одного поля не должно быть но у меня выделил маску но сначала напишу для кнопки вниз нажимая кнопку вниз дальше вызываю if и дальше в соответствии синтезисом открываю скобку дальше у меня системные переменные курсору который собственно содержит себе номер строки в которых находится в данный момент курсор понятно что вы еще этого не помните поэтому вы можете нажать control space выбрать вот этот список сисвар лист список системных переменных нажать точку значит курсор значит курсор вот она система переменная inter если она равна действовать 2 равно 2 равно в соответствии с синтезисом она равна 2 то есть если курсор сейчас находится во второй строке значит ну в принципе в идеале открываем крик кривую эту скобку значит у нас были переменные служебные которые мы создали которые подсвечивают до этих поле меню соль меню r2 равно нулю предполагать что до этого она была в состоянии логической единицы точка запятой а следующая строчку мы подсвечиваем меню r3 равна единиц интер и закрываем скобочку все проверили не находится ли курсор во второй строке если находится во второй строке кто при нажатии на кнопку вниз борис бы произведены вот эти действия то есть строчка с номером 2 будет погашена строчка с номером 3 будет подсвечена ну да это синтезис простой дальше значит это для тех кто любит печатать вы можете напечатать это еще там три раза только поменять здесь координаты да а я обычно не люблю печатать я так control copy до control c control v значит здесь меняем теперь проверяем третью строку гасим третью строку зажигаем четвертую строку теперь опять вставляем четвертую строку проверяем гасим четвертую зажигаем пятую и последнее control v значит гасим проверяем пятую строку зажигаем черту в пятой строке зажигаем снова какой во второй так маски да это код для маски и в конце общая команда где бы не находился курсор который будет называться который будет называться go to next field перейти на следующее поле и аргумент пустой пустые скобки эта команда будет выполняться по-любому вне зависимости от того где находится сейчас курсор смотрите здесь вот таким синеньким подчеркнулась ошибка якобы синтактическая я уж не знаю видимо вот это вот этот баг он инженерам компании карел дорог как память подбери я по-другому честно говоря объясните наличие его не могу потому что это не критическая ошибка синеньким подчеркнут красненьким это критическое синеньким не критическое и она откомпилируется все будет хорошо работать понимаете меня удивляет это вантул было написано позже чем появился дисплей восьмистрочный позже при этом вантул до сих пор думает что в дисплей только четыре строки она видит что я проверяю не четырем ли равен курсор роу да то есть это уже заведомо не ниже чем чем последний строка четыреусрочных дисплей а и она говорит что это очень такого не должно быть вы вышли за лимиты короче этот баг он дорог точно как память по-другому не могу сказать поэтому просто ну просто вот придется вам не обращать внимания потому что он подчеркнул вам статистику ошибку здесь вот на самом деле в этом строке в этом дисплее их 0 1 2 3 4 5 6 7 и все это есть все это корректно обрабатывается все это для кнопки вниз вот эта функция позволит нам нажимая кнопку вниз перемещать курсор вот здесь вот по этим полям и подсвечивать соответственно строки теперь давайте напишем так она похожий код для строчки для кнопки вверх вы можете здесь выбрать из списка кнопку вверх можете можете выбрать здесь нажать кнопку вверх значит и опять ставлю так проверяю значит пойду снизу вверх при пятую строчку значит гасим пятую зажигаем теперь четвертую то мы идем вверх значит проверяем четвертую строку гасим значит четвертую зажигаем третью окей проверяем третью строку при этом гасим третью зажигаем вторую и проверяем вторую строку гасим вторую зажигаем пятую то есть закольцовываем это дело но тут беда тут случилась беда у нас нет команды голду превью с филд у нас есть команду google тут next field как быть здесь придется использовать другую команду есть команда кур а она двигает курсор на строку вверх и тут ведь еще одна беда беда как известно она не приходит одна команда кур а способна передвигать курсор на то место где нет поля как я вот уже говорил это одна из немногих команд которые способны перевести курсор просто на строку вверх не не глядя на то есть там поле или нету там поле поэтому сейчас пока прикрою да вот здесь произойдет в этом месте у нас продается сбой у нас курсор сдвинется вот сюда а подсвечиться 5 строка вот какая будет беда да она бы надо ему поместить все таки вот сюда в пятую строку да и подсветить пятую строку но что нам остается выполнить несколько раз курат да и поставить курсор туда куда на значит поступим каким образом вот она кнопка вверх посмотрите общий курат общая команда кур а после всех кривых скобов после всех ив она будет сдвигать курсор на одну строку вверх а вот для строки номер два нам перед этим вот здесь все хорошо одного раза достаточно здесь тоже достаточно здесь тоже достаточно а вот здесь видите она зинец один раз и все а нам надо еще звезда чтобы она сдвинулась вот сюда точнее вот сюда а сейчас мы должны добавить ура 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 четыре раза или наоборот курдаун 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 тоже четыре раза какая разница безразлично дабы обмануть вантул да и заставить курсор перезвинулся в то место да в которое мы хотим поэтому только вот для строки номер два мы добавим четыре раза курдак ну сейчас мы как-нибудь вернем чтобы не попасть туда куда не надо попадать значит так ура 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 и общий команда бра который по-любому после приложения кнопки и такой звук он поместит нас на самом деле это нами не идеальный код но он будет железно работать и вы сами не увидите никогда в жизни этого движения курсора визуально он просто переведите куда надо сразу поэтому здесь никаких проблем ну вот теперь что я забыл сделать мы значит должны для кнопки escape сделать откат в моей маске здесь уже написано ведь я уже побеспокоился раньше пока показывал примера но вот в этом меню в маске меню у вас для кнопки escape должна быть вот такая запись go to mask main mask а для кнопки прг давайте так кнопки прг в меню в главной маске да мы напишем следующий код ведь здесь маска меню но если мы просто в тупую перейдем в маску меню у нас не будет подсвечена нужная строка потому что допустим если первый раз мы включили у нас вообще они все эти переменные равны нулю а если мы когда-то уже были в меню вышли мы его из произвольной строки да и абсолютно не собираемся запоминать в какой строке мы были когда выходили из меню поэтому мы предустановим мы просто принудительно подсветим нужную строку то есть первую строку в данном случае как первую первую видимую строку так сейчас мы здесь не да немножко так r3 равно нулю r4 4 равна нулю и r5 равна нулю простая конструкция гарантированно подсветит нам ту строку которую надо и и после этого go to mask list . меню вот теперь нам бы надо сделать пути для перехода да то есть создать маску уставки создать маску параметр создать маску установка часов и создать входы и выходы маску придется создавать иначе как вот как незаконченность будет какая-то определенная но мы затем на создадим пустых пустышек 34 пустые маски только в одной мы с вами делаем коррекцию времени я вас научу как устанавливать часы встроенных контроллер остальные маски вы уж сами запомните по своему желанию ну это безусловно а во вторых у вас на диске уже есть проект в котором все теперь то вы знаете где искать меня поэтому безусловно дадим но я могу сказать просто не знали где искать а теперь то вы знаете где искать ну да она показывает ну вот я нажал эту кнопочку она говорит что здесь есть связь что какая-то команда из этой маски перемещать нас в эту маску какая команда из этой перемещать нас в эту маску вещь такая я им кстати нажимаю только на тренингах когда спрашиваешь что это за кнопка есть еще одна кнопка я нажму эту кнопочку отожму ее точнее то у меня маски примут такой вид у меня будут образы такие с отображением содержимого могу сказать кроме того что это просто занимает много места на экране никакой полезной нагрузки больше смысловой я в этом лично не вижу я ее нажимаю примерно в среднем раз в полгода когда хочу только смотреть а где же у меня там да их может генерить образ этих масочек там нарисуют картинки там есть проблемы с русскими шрифтами там в общем там так теперь смотрите значит переход в эту маску мы сделали по кнопке prg все хорошо из этой маски самого часто что я забывал делать в своей жизни это откат делать куда-то заходишь проверяешь когда потом а тут не выйти поэтому я обычно нынче начинаю с кнопки escape сначала откат а потом все остальное так теперь но работать все время а но на данной стране да теперь смотрите допустим чтобы перенести это меню это создать еще одно аналогичное меню на только с другими пунктиками что мне надо будет сделать капернуть эту маску да и переписать есть пунктики до а движение все сохранится тоже код довольно хорошо переносится там она вам по координатам работает и и даже если у меня будет здесь написано сейчас а сейчас я сделаю переход на маски на другие ну соответственно если курсор будет здесь находится то перейдем в маску ставки есть курсор здесь то есть я к полям привязываться не буду специально не буду привязываться к полям потому что у меня как только я для поля перепишу для кнопки enter код у меня сразу один спешил филд если я копирую эту маску и потом пик ну ладно я думал что теперь все хорошо так убиваем а кстати лупо ставлю а сейчас мы продемонстрируем часа давайте 4 сюда сделаю видите как расширить лист да казалось бы об увидите некуда расширить лист можно вот так не странно вот это в ни в одном документе не написано не грязь зовут может замазку то же самое стоп но это не касается странички которые мы оставляем а в стратегии нет стратегии так если вы хотите стратегии увеличить страничку но вот не поместились черт а хочется еще пару блоков до свойствах свойствах есть вот формат вы можете расширить ее в два раза шире в два раза выше и и в четверо значит ну и в два раза шире два раза выше одновременно то есть вы можете ее сделать четыре раз больше но да ну в общем то вы это можете сделать я стараюсь им не пользоваться потому смотрите не надо смотрите здесь как аня ас иногда хочется распечатать страничку а распечатается на в топ точно в том же виде в котором и и вот по ее нарисовали за и в тут менеджер печати примитивно простой тут он он не настраивается тут он у него всегда по умолчанию включено свойство fit to page то есть поместить все в одну страницу но если у вас допустим страничка стандартная не расширена то даже на а4 она нормально читается картинка все хорошо все читается имена перемена все замечательно писать его у вас четыре раза больше информация на ней и fit to page в а4 микроскоп и там значит смотрим чем и там наваяли поэтому как бы так если вы планируете даже теоретически печатать эту страницу то что форма страницы не менять если не планируете даже теоретически когда можете его менять как как угодно так значится так этот лук я назову почему кстати оставлю лупы потому что смотрите когда мы строим проект какой такой абстрактный да который может быть окажется болванкой для наших следующих работ то никто не знает сколько появится параметров уставок и прочих да в этом проекте но и наша задача есть мы сейчас оставим эти лупы то наша задача будет только досыпать туда маски новые в эти лупы и они будут допустим у нас поездом уставка там температуру ставку ложится ска давление уставка там ничего чего-нибудь там скорости вентиляторов все это в меню ставки все это перестанет помещаться в одну маску добавим просто еще маску в лупы а и все равно будем переходить и переходить мы будем использовать команду не гол ту маск а гол ту луп ведение издания независимости сколько там в нем будет масок у тебя будет приходить на первую активную маску да ну и что активная маска маша маски можно сейчас я допишу имя лупа данном случае сет сетпоинт ну потому что смотрите маски у всех масок сативе у полей есть свойства риск и ней был он по умолчанию пусто если пусто значит маска всегда сто процентов активно но если мы сюда подложим булевую переменную то есть вы просто выберем ее из списка до всех булевых переменах которые у нас есть ну вот то эта маска будет доступна только в том случае если это булевая переменная равна единице если мы подложили сюда несколько булевых переменных то там действуют функции and то есть если они все равны единице маска видно но это полезно делать и когда когда допустим посмотрите у вас есть маска уставка допустим влажности и уставка температура отдельно в отдельной маске и мы сделали контроллер до который можно отключить регулятор влажности до отключение любит власть зачем там и зачем там маска уставка влажности вы отключили и здесь это переменная которая здесь показывает у маску уставка ложности пересыл Pole логического нуля вы будете в этомул и у вас там маски этой просто как будто нет суставка и влажность Например, это к примеру. Ну вот, таким образом, допустим, у вас здесь 5 масок, и уставки там одна влажность, другая вентилятор, какое-то давление, третье еще что-то. А контроллер у вас, программа написана более-менее универсальная, которую вы где-то в каком-то специальном месте включаете или включаете те или иные функции. И таким образом, вместе с этими функциями, отключается и подключается те или иные маски. И, допустим, у вас была уставка влажности первая, там, уставка температура вторая, уставка, там, давление третье. Вы отключили уставку влажности, уставку давления, уставка температура. Если бы у нас была команда go to mask, в данном случае, mask-1, давайте я назову tset point, tset. Ну вот, то, если бы, допустим, у вас она была отключена, эта маска, а команда на нее осталась, go to mask-1, то никакого перехода не произойдет. Потому что, несмотря на то, что у вас здесь есть еще маски, вы указали конкретную маску, а она не активна. А если вы напишите go to loop, set point, lset point, то курсор у вас переместится в ту маску, которая активна. То есть выберет первую попавшуюся маску из, там, допустим, трех или пяти, там, или двадцати семи, та, которая активна. Которая наиболон равно единице. Все. Очень удобно. Эта же возможность же вот использовать лупы, она несет в себе еще одну приятную штуку. Ну, конечно, эта штука будет работать не только с лупами, она будет работать везде, хоть во всех масках, там, не важно. Но, но чаще всего целесообразно такую штуку использовать, когда у вас лупы. Ну, жизнь покажет. Нам нужна еще одна масочка. Лупу беру. Значит, ее сейчас подтащу куда-нибудь. Вот сюда. Так, назову эту маску REF. Ауфу. Назову эту маску, допустим, REF, там, set. Замечательно. Вот она, маска появилась. Поле move я в ней удалю. По причине потом, чуть-чуть позже объясню, какой. Ну, вот. Для этой маски я напишу код только для кнопки escape. Go to, go to mask. Ну, маск там у меня нет лупы, поэтому mask. Меню. Окей. Ну, в принципе, как бы, тут можно занять с украшательством. Помните, у меня там, я четко позиционировал в главной маске по кнопке PRG. Куда мы там перейдем, да? Ну, я вот сюда просто поперну. В принципе, я могу, конечно, подсветить именно ту строку, в которой, из которой я ушел в set point. Но это уже вопрос творчества. Поэтому в этой маске я напишу для кнопки escape. Просто сюда вставлю этот код. Всегда пускай будет откатываться в первую строку, неважно, в какую швейку. Окей. Вот. Вот эта маска, которую вообще никто, если честно, никогда не увидит. Я ее сейчас даже цветом таким помечу. На самом деле цвет, естественно, никак не торозится на дисплее. Эту маску никто никогда не увидит. Вообще никогда. Вот в этой маске я для кнопки escape писать не буду код. На самом деле там, на примере escape я вам просто показываю, что это может сделать. На самом деле кода там может быть вот столько всякого написано. Ну вот. Я вот в этой маске просто в свойстве refer to mask, ссылка на маску, да? Сошлюсь на эту маску. Ref set. И получится следующее. Коду вот этой маски сзади. Допишется код этой маски. То есть в данном случае туда допишется просто единственный команд для кнопки escape. Ну вот. Но кода там могло быть довольно много написано. И весь бы он дописался туда. И таким образом я прибавляя в этот луб, например, дополнительные маски, не буду описывать кнопку escape и писать еще это в море возможного кода, который мог бы написать. А я в этих во всех масках просто буду ссылаться на маску ref set, в которой уже этот код написан. И он будет дописываться автоматом к этой маске. Почему убил поле move? Да потому что поле move тоже бы дописалось сюда. У меня здесь получилось в два поля move. И чтобы перейти на поле, в котором я могу изменить уставку, мне решили бы назвать интер два раза. То есть первый раз интер перешел на еще одно поле move. А потом он перешел только на уставку. Поэтому я бы беспокоился о том, чтобы двойного поля move там не было. То есть круглые мы создаем контейнер параметров водительских, которые потом используют для других? Ну, можно и так сказать. На самом деле проще все нам. Просто написать кусок кода, который автоматически будет дописываться. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Только единственное, что напомнить, что он дописывается в конце. То есть у нас там может быть свой код написан, там километр этого листинга, да. И вот тот код, который написан в этой маске, он допишется в конец. — То есть если был свой код на эскейп, то к этому эскейпу еще этот допишется? — Совершенно верно. — Если был там два перехода. Год у нас атакуют, а потом атакуют. — Ну, это все будет работать, все допишется, все будет работать. Ну, в общем, мы сейчас опять отвлекаемся. Вы можете экспериментально все это установить. Я все-таки предлагаю и впредь вам применять какие-то адекватные решения. Несмотря что Вантул очень не очень, не самая плохая программа на Земле, она, естественно, не может следить за всеми нашими чудачествами. Понимаете? Если мы ей противоречивые функции назначим, она попытается их выполнить настолько, насколько это, в принципе, возможно. Да. И я думаю, что она сделает двойной переход. — То есть вначале на одну массу футбольную следующую? — Да. — Так. Но, видите, здесь я такой написал более-менее универсальный такой для кнопки эскейп-переход, поле меню. Я, на самом деле, могу видеть во всех этих масках, вот этих, которые теперь у меня будет L. А там у меня в меню что-что-что-что-что. — В любом случае, когда нападает это будет в меню, ну, курсор вставать его, когда он назовет. — Да-да. — Наверное, да. — Наверное, да. — Начаться так. Элли по партам. Назову его там. Маск партам 1. Параметров в проекте может быть миллион, поэтому для этого тоже, в принципе, очень удобно. Мы можем здесь свою референсную маску создать для параметров. В принципе, конечно, мы можем написать для эскейп код такой, что он будет возвращаться именно в эту строку из параметров, да. То есть, ну, просто мы сейчас не будем тратить на это время. Есть такая команда go to без mask, field и так далее, которая указывает конкретную позицию курсора, куда он должен встать. Соответственно, вы можете из этой маски перейти именно в это поле. Они вот в это, не в первый попавшийся. Потому что, если просто go to mask, то курсор на первое попавшееся поле, на которое он может встать. А если вы написали go to и конкретные координаты, то он встанет именно туда, куда вы указали. Поэтому вот, используя эту функцию, вы можете выйти из этой маски именно в параметры, а из маски установка часов именно в эту строку и так далее. Но я этого не буду делать. Я во всех этих масках сошлюсь на одну и ту же для кнопки escape. refset. А вы уж там разобьете эту идею хоть до чего. Вот единственное, где loop не очень нужен, это коррекция часов. Потому что сложно представить, что мы в 25 разных масках собираемся устанавливать одни и те же часы. Поэтому здесь мы напишем, значит, маску назовем set clock или set time. так, и сошлемся все равно на маску, чтобы для кнопки escape лишний раз не писать. Так, это у нас входы-выходы L. Я здесь внутри маски просто текстом подпишу. Я ничем наполнять не буду, потому что, честно говоря, я не успею. Просто подпишу, чтобы мы увидели, что мы перешли. Чтобы когда мы будем пробовать, мы увидели, что мы перешли. Ну, естественно, черный, конечно, логично было везде черный полосочек сверху выделить, заголовочек. Но это вы самостоятельно сделаете. Смотрите, вот, допустим, если бы я не принялся, для каждого лупа сделал бы свою референсную маску, да, то, конечно, заголовочек set points разумно было бы поместить, конечно, вот в эту референсную маску. Чтобы нигде в каждой маске заголовочек этот дурацкий не писать. Понятно? То есть весь код наследуется, весь, сто процентов. А текст ваш, ваши перемены, это тоже код. Просто у нас, нам сделали удобные инструменты, работают с этими, со свойствами там и так далее, там, перетаскивание. Ну, на самом деле, ну, сделаю. Ну, можно даже шаблон. Вы можете назвать это как хотите. Да, вот, и поэтому весь код сюда допишется. Здесь могут быть нарисованы картины, там, да, леса, моря, и все это дорисуется автоматически из референсной маски. Мув, нет, я мог бы здесь удалять, удалять мув, здесь, во всех масках. Оставить только в этой. Он бы дописался туда. Никаких проблем. Но я пошел другим путем. Я в этих масках решил мув оставить, а здесь убрал мув. Главное, чтобы у меня мув на мув не наслоился, чтобы мне не надо было. Иначе, если у меня будет два мув, я вот здесь, чтобы перейти на уставку, но самому должен буду интер два раза нажать. Ну, понимаете, тем тем и хороши это подобные системы, вы вольны здесь придумать, что хотите, и скрывать любой тайный смысл. Так, значится так, параметры, это у нас, так, у нас уставка, у нас параметры, это у нас. О, set clock. Так, значит, установка, установка времени. Часов или времени? Не важно. Вот сейчас мы здесь научимся, значит, корректировать часы правильно и неправильно. В принципе, никто не сказал, что второе неправильно, но это точно не документировано нигде. Ну вот, и переживания мои с неправильностью второго способа связаны с тем, что рано или поздно это все-таки скорее баг, чем фича, потому что рано или поздно этот баг может быть исправлен, и ваш программ перестанут работать случайно, будучи перекомпилированным в какой-нибудь свежей версии в Antoo. Но, коль уж такая возможность есть, я ее покажу. Причем это самое интересное, что не я до нее догадался, а невнимательные слушались или на таком тренинге догадались. Точнее, у них это случайно получилось, и оно заработало. Сейчас расскажу, о чем речь. Дело в том, что здесь нельзя, в принципе, по правилам мы не можем просто переписать перемены current hour, current minutes, current day, months и так далее. Потому что эти перемены только для чтения. Эти поля системные только для чтения. Вот они, current day, current months. Вот здесь мы посмотрим, видите, оно только чтение, да, и его никак нельзя изменить. Системные перемены. Ну вот. Поэтому, чтобы переписать эти перемены, я должен сидеть. У меня есть специальные буферные перемены, типа временных, которые называются new day, new hour, new minutes, new year и так далее. Я в них пишу временное значение, новое значение времени, а потом есть специальные системные перемены set hour, set minutes, set day и так далее. Это вот эти системные флаги, которые я должен установить, чтобы время из временной перемены переписалось в основную внутри, там, на уровне BIOS. Идея вот такая примерно. То есть сейчас я напишу. А, ну смотрите, сейчас я сначала покажу, чтобы видеть результат немедленно, я здесь себе покажу системные часы, где мне, можно, конечно, натаскать переменных, а можно сделать проще. Можно их просто копипастнуть, да, вот отсюда. Оп. Вот я это время вижу прямо здесь, оно очевидно, да. Так, теперь здесь будет текст такого содержания, типа новое время, да. Мои к буквы она тоже получается, да? Да, нет, она будет нормально, буквы в контроле, и все будет хорошо. Здесь, это шрифты такие вот. выбраны. Я не знаю, на какой помойке они нашли, но вот, нашли где. Но чисто в контроле все будет сладко, все будет нормально. Ну вот. соответственно, я нахожу в списке системных переменных переменных, переменных, начинающих со слова не Toots, а New. Значит, новое время New Hour. New Minute. Дальше. New Day. New Month. New Year. Ну, текстовые какие-нибудь разделители мы позаимствуем, уже существующие, да. Ну, сейчас немножко здесь проблему этого в 2100 углу. То есть, правильно. Так. Собственно, вот эти вот, это временные переменные, да. Они, кстати, находятся в оперативной памяти. И поэтому, когда мы включим контроллер, и мы зайдем в эту маску, корректировать часы, здесь будут нули видны, да. И, допустим, у нас ситуация, чтобы, мы хотим поменять только месяц, неважно, или только день, день поменять хотим. Ну, вот. Мы должны будем пройти курсором здесь, здесь, здесь. Если мы тупо Enter нажмем, у нас с нулей перепишется, да. Соответственно, у нас появится необходимость, несмотря на то, что время и так стоит правильно, еще раз установить его правильно, да. Пока мы дойдем вот до этого поля. Ну, вот. Но, против этого есть лекарство. Когда его не было лекарства, я написал, было в свое время, код специальный, который я автоматически переписывал его в эти переменные текущее время, да. Когда ты заходишь в маску, там текущее время уже стоит в них. Твоя задача только дойти до нужного поля, подправить только его. Ну, вот. А сейчас лекарства есть на системном уровне, есть специальная системная переменная, и мы ей, безусловно, воспользуемся, да. Ну, вот. То есть, новые переменные или нет? Нет, нет, это системная переменная, специальная. Эти буферные переменные, они там существуют в системе, а то есть они вне зависимости от нас. Так. Теперь смотрите. У нас пока для каждой из этих переменных код, который написан для кнопки Enter, он там, он написан, просто я вначале говорил про умолчание. То есть мы можем посмотреть его. А, а, сори. И так не можем. Так, а как же мы можем его посмотреть? Смотрите, где-то он виден, короче говоря, не важно. В global, наверное, global level он виден. Ну, вот. Он у нас звучит следующим образом. Compare – это сравнить старое значение с новым и go to next field. Ну, вот. Но нам здесь нужно еще одну переменную. Приравнять единицы. То есть установить флаги, которые переписывают новое значение. И только после этого перейти на новое поле. А это говорит о том, что, к сожалению, мы вынуждены переписать полностью код кнопки Enter. Иначе у нас будет выполняться только одна новая функция. Соответственно, Compare, видите, система увидела, почувствовала, что я хочу изменить код стандартного поля. Ну, ладно, напишу. А я, вы знаете, вот эти поля, которые корректировки времени, они как раз только единожды каждый день в проекте будет. Поэтому я обычно не трачу время на создание каких-то там удобно читаемых имен. Мне, в общем, фиолетово, как они называются. Потому что второй раз их применять не буду. Вот специальное поле. Кампе. О, сори. Так. Дальше. У меня есть специальная системная переменная. SetAla. Я просто помню на память, поэтому не думайте. присваиваемые значения 1. И после только этого переходим на следующее поле. Вот, собственно. Теперь, когда я закрою, я сейчас Капернон. Хозяйство. На всякий случай. Так. Закрою. Кликнул в любое место. Система увидела, что с тех пор, как я назвал поле специальным, оно уже изменилось. Тогда он предлагает мне варианты. Ты хочешь сохранить и изменить, то есть отредактировать уже существующее это специальное поле. Или ты хочешь на его основе создать новое специальное поле. Тогда я, конечно, существующее отредактирую. Окей. Дальше, значит, для этого поля я должен написать, в принципе, почти то же самое. Только вот переменная SetAla должен заменить на SetMinute. Да. Enter. Опа. Спешил филд сразу. Окей. Вот он. Я вставил сюда. Ауа. Меняю на Minute. Все. Закрываем. Сейчас опять узнает. Ну, узнала. Молодец. Для этого поля. Кнопка Enter. F там. 3. Так. Здесь меняем Day. Почувствовал. Молодец. Здесь меняем на Month, на месяц. И здесь, догадайтесь с трех раз на что. На год. Вот. Вот теперь мы выполним с вами все правила, да, по которым меняются часы вот в контроллере Pico. Мы должны записать буферные переменные. И потом с помощью установки флагов SetDay, SetAos, SetMinute. Переписать эти из буферных переменных в значения нормальные. Классно, да? Самое интересное, что вот невнимательные слушатели прозевали здесь что-то. И вместо, и вместо New Hour, New Day и так далее, поставили здесь Current Day, Current Month, Current E и Current E. Но они сделали хитро. Они, значит, взяли вот это поле Current Day, да? Вот Current Out. На примере Current Out. Я все перетаскиваю, видите? По умолчанию оно только для чтения. Ребята так искать. Ну и что? Они взяли вот здесь вот и выбрали его чтение запись. И выяснилось, что оказывается можно его поменять. Никаких проблем не возникает. Да. Вот. Поэтому, и тогда, смотрите, отпадает необходимость. И использовать флаг, который переписывает в New Day, а у меня тогда текущее время. И использовать это, и писать этот Special Fills, в котором вы должны устанавливать флаг, перезаписывающий из буфера нормальные перемены. В общем, столько гемора, сразу отваливается, да? Я думаю, что это связано с тем, что он в БТЦ. И вы знаете, за что больше всего переживаю? За то, что возьмут, они и исправят эту ошибку. И потом вы перекомпилируете свой проект, и он у вас перестанет нормально часы рев. На самом деле, вот все недокументированное, все недокументированное, вы делаете на свой страх и риск. Работают? Молодцы. Не работают? Sorry. Претензии не принимаются. Скорее всего, вот такой перевод повлияет, если там тонны... Понимаете, потому что я на самом деле думал, что это как-то связано с примененной микросхемой, именно что в ней есть правило, бог его знает. Ну почему нет? Почему нет? Может в ней... Скорее всего... Все, мы не будем... Мы с вами постоянно вступаем в полемику. У нас времени два часа, а я вам еще должен показать море всякой ерунды. Поэтому не будем. Скорее всего... Так. Мы с вами можем по телефону, там через недельку поговорить хоть целый день. Так. Так, 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 так. Все, собственно, вот так. Это правильный способ корректировки часов. А вот напрямую изменение вот этих переменных, да, то есть... Нет, почему не надо? Вы можете это делать. Да я вас уверяю, половина России так делает. И почти вся Украина. Ну вот. Поэтому не думайте об этом. Если... Я не говорю, что вы это просто... Если это перестанет работать когда-нибудь, ну сами сами... Да, не удивляйтесь. Да. Ничего страшного не произойдет. Да, ничего супер страшного не произойдет. Все, что вы потеряете, это... Точнее, все, что вы приобретете, это необходимость изменить этот код. Все. И потеряем правильность логов, которые вы проходите за это время. Да. Все. Так. И для этой кнопки... Так. Сошлось тоже на маску реактор. Все. Для кнопки escape таким образом я всем этим маскам сделал. Мне осталось только что сделать. Из маски меню обеспечить переход в те маски, да. Значит, опять для кода маски я напишу, я сейчас украду здесь вот... Так. Значит, для кнопки enter. Значит, получается так. Если курсор находится во второй строке, я иду, значится, go to loop. Он у меня называется... А я не помню, как я назвал. Ладно. Loops. LsetPoint. Ок. Так. Дальше. Если, значит, я нахожусь в третьей строке, я иду... Параметр. Так. Если я нахожусь в четвертой строке... А там не лупы. Sorry. Там маски. Часы где-то. SetTime. И в пятой строке я должен пойти, значит, in-out, да, там у нас. Все. Так. Чтобы есть только с часами проблемы. Если оставлю так, то у меня останутся нуливые перемены. Да. Но есть лекарство. Есть лекарство. Есть лекарство. Есть такая системная переменная. CopyTime. Мы присваиваем единицу. Только после этого идем в ту маску. Но. Будет ли работать этот код для тех, кто как бы сведущ в языке C, да, и в его синтексис? А? Не будет. Не будет. Вот это вот сработает. А вот это sorry. Как говорится. Не сработает. Поэтому. Если у меня больше, чем одна команда, я должен объединить их, значит, вот такими вот скобочками. Работал только одна. Вот это первая сработала, а вторая, извините, как говорится. Почему ИВ? ИВ без скобок. Ну, если ИВ прошу. Так, так. ИВ, ИВ, ИВ. А, да, она сработала бы по-любому. Да, да, да. Значит, что она сработала бы по-любому при нажатии на любую кнопку. А, да. Где бы ни был курсор, она бы ушла, а меня не туда, куда она. Ну, в общем, смотрите, идея такая, что это заработало бы криво. То есть, если у нас больше, чем подыв, больше, чем одна команда, при соблюдении условия, да, должна выполниться, то они должны быть заключены вот в эти вот скобки. Вы даже можете их в одну строку написать? Да, я могу хоть все в одну строку написать. Это текстовый редактор, здесь очень по барабану. То есть, если, так, мы включили курсор номер 4, понадобится время? Светку копитайм, она копирует реальное время, вот в текущее время, в те переменные временные, вот в буферные. Чтобы мне не надо было эти нули заменять реальными значениями. Все. А потом она сбой со мной, да? Ай, слушайте, мы об этом не думаем. Она, наверное, сбросится. А если я через минуту опять зайду, у меня будет опять я не есть, не получится, чтобы у него фронта не будет? А мне кажется, она сбрасывается. Она переписывает, она их переписывает и сбрасывается. По-моему, где-то в хелпе даже написано. Ну, так, в следующем цикле она будет, которая... Не в цикле, она после того, как перезапись произойдет, она сбросится. Так, окей. Ну, собственно, что? Можно пробовать, да? Ну, это все в примере есть, да? Ну, в том там есть. Там даже, в принципе, по наворочению, наверное, что-то сделано. Слушай, я думаю, что они все уже отстали, но послушаются. Ну, в принципе, вы должны понять идею, как я это сделал. А в примере у вас это, в принципе, все или каким-то похожим образом реализовано. Я не уверен, что вот 100% точно так же, хотя, может быть, и точно так же. Нет, ну там понятно, как бы... Так. Возьмите, что вам будет понятно. Вот я нажимаю кнопку PRG, вот я сразу в уставках, да? Вот оно работает, видите? Все, теперь нажимаю, допустим, в уставке, вот уставка, да? Могу поменять уставку. Escape. Значит, захожу в параметры, вот они параметры, но здесь нет параметров. Понятно. Так. Захожу с нас в двух часов, вот оно текущее время, вот оно переписалось. Видите, куда куда надо. Если бы не было copy time, здесь были бы нули сейчас. А. А вот время, допустим, поведение? А. А. Никаких проблем. А. То есть просто enter, оно перескакивает? Да. Вы же видели, какой я код написал. Вот этот вот инкремент можно делать на сколько угодно, да? Ну вы листаете пока до конечного... Нет, вы видите, 23 это максимум. По единичке, да? А посмотри, если хочу делать там уподобную? По два, нет. Это тогда вам надо написать будет специальный какой-нибудь код. По умолчанию по единичке. Тогда и так все работает. Когда и так все работает. Так. Ну, собственно, есть. Нет, знаете как, бывает удобно. Бывает, кстати, удобно, что, допустим, какой-то параметр, либо, допустим, не через одну десятую, там, градуса, а через пол-градуса, да. Но, это скорее, знаете, такие редкие случаи. Тогда сами прикиньте, сколько вам надо будет в ресурс usedonint вписать этих текстовых значений. Если вы хотите менять от десяти градусов, допустим, до пятидесяти через пол-градуса. Если вам надо будет текстовых подстановок сделать десять, 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 десять с половиной, одиннадцать, одиннадцать с половиной. Если у вас есть на это время, у нас свободная страна, как говорится. По идее еще можно сделать две отдельных единички, да, вот ставить две отдельных. Я потом их сумел с помощью предыдущей версии. Совершенно верно. Вы можете сделать здесь все, что хотите. Насколько вашего творческого вот этого порыва хватит, насколько вы изучите вот систему команд этого, там же можно внутри перемены сдвигать курсор на одну цифру, можно менять каждую цифру по отдельности. Ну, насколько вашего творческого порыва хватит, насколько вы это сделать. Я вас верю, когда вас, если вы будете работать реально, постоянно заниматься программированием, написать программу под объекты там и так далее, у вас эти творческие порывы закончатся очень быстро. вы будете делать, да, вы будете копипастить все, вы будете делать все просто, главное, чтобы все работало, всем все было понятно и так далее. Если как только у вас появится временное украшательство, вы опять начнете что-нибудь придумывать. Как только у вас кончится, все будет сухо. Я вас уверяю, да, потому что, смотрите, вот эти все графические возможности дисплеев, да, возможности рисования картинок, анимаций, это классно. И заказчику это тоже иногда даже нравится. Но ему нравится в момент, когда он первый раз это увидел. Дальше, когда он начинает этим пользоваться, ему ровным счетом плевать, что там у вас, где, как анимировано. Ему главное, чтобы у него, знаете, от того, что у него влажность высокая, там краска с потолка не потекла, важно. Вот это вот ему важно, понимаете. Не жмите вы лишние кнопки. Не, но кейк-каунтер, что такое кейк-каунтер? Это декрис вар кейк-каунтер. Она делает эксперимент этой переменной, которая считает, сколько времени удержана кнопка. И это вызывает все быстрее и быстрее прибавку в поле этой переменной. Кейк-каунтер. Кстати, кейк-каунтер очень интересная переменная. Кто-то спрашивал меня, как сделать задержку при нажатии кнопки. Вмечательно. Вот, допустим, если вы хотите, чтобы у вас по кнопке PRG переходило, значится, не мгновенно курсор перемещался. Может, вы хотите сделать секретное меню. Человек подошел, нажал PRG, ничего не произошло. Ну вот, а вы можете поступить следующим образом. Дальше, значит, вот после этого только у вас это все происходит. Это будет равно примерно так... Что-то тут где-то ошибка. Каунтер. Да, он считает. Счетчик. Это встроенный всем. Так, 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 так. Точно, вступили. Ах, точно, вступили. Ну вот. Соответственно, это примерно где-то секунды 3-4 будет. Ну, исходя из цикла. Ну, 10 цикла. Ну, там не цикла. Там она бог его знает. Она еще ускоряет этот счетчик со временем. Да, бог его знает. Какая-то условная единица. Ну, давайте попробуем. Ну, да-да-да-да. Там условная единица. Учитывая, что это счетчик, он с нарастающей скоростью там работает. Это для того, чтобы быстрее менять переменные, да? Большие, да? Большие, да? Большие, да? Ну, вот. Значит, соседа чистим гупера. Прошли. Ну, вот видите, нажимая просто тупо ничего не происходит. Все. Держим. Вот, перешли. Ну, где-то да, в реале будет секунды 3. Да, теперь нам надо, смотрите, сделать-то еще что. Во-первых, тут задавался вопрос. Он, наверное, правильный. Хотя я этими масками никогда не пользовался. Поэтому. Да. Так, как бы мне так и сделать. Есть вот эти маски тревожные, да? Есть маски тревожные. Сейчас я где-нибудь расположу. Так, здесь мало места, зараза нет. Так, да нет, почему, понимаете, в них есть польза определенных. Кому как нравится. Мне просто с ними не нравится, потому что использование, смотрите, чем отличается маска тревожная от маски обычной? Красного цвета. С лупом, кстати, тоже. Все хорошо. Вот. Основное здесь вот вкроются свойства. У этой маски есть, как бы, в ней внутри живет триггер. Тревожный. Ну вот. Значит, самое интересное, что здесь свойства, вот эти два. Alarm Memory – это, собственно, выход триггера. Alarm Status – это вход триггера. Самое интересное, что заполнять его лучше со второго свойства. Тут идея такая. Если мы, значит, выберем нашу переменную, аларменную, там, помните, Al DPS, например. Видите, то вторая переменная, триггерная, она формируется вообще автоматически. Идея в том, что как только вот эта переменная, как только эта переменная переходит в состояние логический низ, как у нее есть фронт она увидела, так она защелкивает вот этот триггер. После этого переменная это может уже исчезнуть. Ну вот. А эта переменная остается. Эта переменная сбрасывается. Системные переменные. Reset. Сейчас. Системная переменная. Я ее не помню. Вот. Reset Alarms. Системная переменная. Вот тогда только эта переменная может быть сброшена. Вот. Значит, смотрите. Положительная сторона. В том, что я обычно у себя в стратегии делаю соответствующие триггеры. Ставлю для защелкивания под ручной сброс. Ну вот. Вот. И не использую эти маски, но вынужден делать самостоятельно триггеры. Вот. Мой способ позволяет мне сделать переменные тревожные как с ручным сбросом, то есть подложив под триггеры, да, и с автоматическим сбросом. Просто не ставят триггеры. Если скажем, ну смотрите, к примеру, какая-нибудь тревога. Какая-нибудь, знаете, вот в холодильнике сейчас предварительные всякие тревоги под давлением, да, которые еще не критические. Превога явная. А? Превога явная. Да, да. Вот когда у вас вот сложилась предварительная ситуация, но она может сейчас исчезнет. Нет смысла фиксировать эту тревогу, светить там, звонить звонками постоянно там весь оставшийся там год, да, там и так далее. Она исчезла, ну исчезла. Может она случайно появлялась. У вас в журнале зарегистрировалась, что она была? Зарегистрировалась. Хорошо. А зачем пищать там на весь цех, да, там или звони чем-нибудь постоянно. Ну вот. Поэтому она может у вас исчезла и автосброс, ну, точнее, отсутствие триггера просто, ну, сделать как будто ее и не было, да. То есть она в журнале, у нее след остался, а ее как будто и не было. Вот этот вот способ с аларменными масками так или иначе вынудит вас сделать обязательно ручной сброс этой тревоги. То есть обязательно ручной. То есть здесь нельзя сделать этот автомат, проклятый. Ну, конечно, теоретически его сделать можно. То есть воспользоваться тем же Reset Alarms, да, написать кусок стратегии, да, который будет сбрасывать эти тревоги в некоторых случаях, да, то есть устанавливать флаг. Но фишка в том, что если вы начнете это делать, то вы сделаете почти то же самое, может даже больше работы перевернете, чем я просто под каждую тревогу SR Atom поставил, да. И мало того, что, допустим, еще возможно. Допустим, смотрите, как еще работает Reset Alarms. Допустим, у вас эта тревога не пропала, а вы подошли и нажали кнопку Reset Alarms. Самое интересное, что она сбросится, а потом снова поставится. То есть и у вас будет, и смотря, что если будете вот эту переменную регистрировать, да, скажем, по-моему, вот эту переменную вы будете регистрировать в журнале, да, то она записывается еще раз. Замечательно, да. Есть нюансы. Ну вот. Потом, что еще? Приятности. Из приятности, конечно, во-первых, наличие самого триггера, во-вторых, наличие автоматически подключаемой вот этой пищалки, если вы используете дисплей, в котором есть внутри, а просто они бывают модификации без пищалки, бывает пищалка. Если используете с пищалкой, то она, значит, запищит сама. Без каких-либо ваших дополнительных теледвижений, написания кода и прочей ерунды. Она запищит. Будет пищать до тех пор, пока вы не активируете вот эту системную переменную ResetBuzzer. Вы, ну, обычно кариловский алгоритм, предложенный ими, он примерно такой. Допустим, у вас есть эти тревожные маски, тревожные перемены, у вас случилась тревога, запищал этот дисплей, вы должны к нему подойти, по первому нажатию кнопки вы активируете ResetBuzzer, чтобы она не пищала, потому что пищит он, я вам могу сказать, у меня пару раз были, знаешь, в свое время клиенты, давно-давно, которые говорят, сделай нам, мы заказали дисплей с пищалками, сделай, чтобы пищал. Я говорю, не вопрос, сделай, чтобы пищало. Ну, потому что есть другие стенные перемены, которые заставляют пищать. Не обязательно встроенными пользоваться. Ну вот, через неделю приходится, слушай, сделай, чтобы не пищало. Он пищит на самом деле жестко, я могу сказать. Если это в цеху, бог с ним, пусть пищит. А если это в каком-нибудь офисе, там через неделю эти офисные служащие, они выклюют глаза тому, кто это придумал. А это маска автоматически? А? Это маска автоматически появляется? Нет. Чтобы она появилась автоматически, вы должны написать соответствующий код. Автоматическое всплывание сообщений требует по-любому вашего вмешательства. При этом, смотрите, какая еще побочный эффект использования вот этих вот. Не пользоваться? Нет, я не говорю, что лучше не пользоваться. Я вас не отговариваю. Это стандартный встроенный алгоритм в Антул, то есть регистрация тревог. Но, кстати, не договорил, какая идея была. Значит, запищало. Вы подошли. По первому нажатию на, скажем, аларм. По первому нажатию на аларм, у вас перестают пищать, и вам показывают вот эту маску с активной тревогой. Вас, точнее, переносят в луп, в котором эти активные тревоги. Замечательно. А по второму нажатию на аларм, вы типа ее сбрасываете не пищалку, а уже саму тревогу. Если она снова запищала, значит она не сбросилась. Не ставим стрелочками, да? Да, не ставьте стрелочками в лупе, понятно. Это вопрос не стоит. Вот эта идея сама по себе не так и дурна. Все хорошо, все встроено, все работает. Но ручной сброс обязателен. И, как бы, вот со всплывающими сообщениями. Допустим, когда я делаю на своих, на обычных масках и на триггерах своих всплывающих сообщений, то я это могу сделать довольно легко. То есть я создаю, сейчас я создам вам эту виртуальную клавишу, но вот тут же одновременно с пришедшей тревогой активируют виртуальную клавишу, у меня показывается это активная тревога, да? Ха! А тут беда. Тут мне нужна еще задержка. Если я использую эти тревожные маски, без задержки это работать не будет. Потому что это выполняет код, который маск-эдитора, он выполняется после, по-моему, или перед стратегией, или после стратегии, не помню. В общем, на тот момент, когда у меня в стратегии тревога активная, я формирую команду go to маска, где у меня тревога, да? Эта маска еще не готова, она только через цикл будет готова. Соответственно, мне команду, которая всплывающее сообщение показывает, придется задержать еще на цикл. В общем, я буду иметь, по правде говоря, я это проанализирую всю эту ситуацию еще там 10 лет назад, да? Там, когда из EZTools было, да? Или там больше лет назад. Вот там, там этот механизм он полностью перешел из EZTools в антул, то есть из старого редактора в новый. Я это все проанализировал, в общем, раз она всегда отказался от встроенных масок. На самом деле, я не призываю вас делать то же самое. Вы можете попробовать, может вам понравится. Кстати, вот судя по наличию здесь дырочки, а нет. Здесь нет пищалки в этой море. Ну, я думаю, что вижу здесь артикул. Артикул он под крышкой, под светлой. Ну, с этого только триггер и это самое. Ну, и автоматическое открытие по нажатику на голове. Да. Автоматического открытия не будет. Не будет. Вы должны написать для кнопки Alarm код следующего содержания. If Global Alarm, есть там такая системная переменная, по-моему, Global Alarm равна единице. Значит, Reset Buzzer, go to loop, ну там, с алармами, да? Окей. По-второму, уже для конкретных, по-моему, маски, что ли. Или нет. If Buzzer равен нулю, да? And Global Alarm равен единице, значит, Reset Alarms. Ну, что-то похожее. Это равносельно тому, что для обычной маски вы написали. Да, конечно, для обычной маски вы еще, может быть, и проще сделаете. Кто вас там знает? А вот это вот? Наша пока стратегия пишет вот это. Alt DPS. Не Mal DPS, а Alt DPS. А Mal DPS, она появилась в списке переменных. Вы можете поменять. Вы можете писать ее в системный журнал. Вы ее используете по своему усмотрению. Это защелкнутая тревога. Она там держится до тех пор, пока вы ее не сбросите ручками. Все. А и стратегии маску открыть? Может? Сейчас сделаем. Так. Ну, собственно, давайте я грохну, да, эту маску так, чтобы она их глаза не мажорила. Я бы объяснил вам это, в общем, работает. Это все работает. Карелл. Вот без даты пишется, да? Получается. Нет, ну почему? Это на самом деле нет. Активные тревоги, там вы можете все даты указать. Почему нет? Другое дело, что это потребует определенной возни. То есть там придется вам запоминать эти даты на момент прихода тревоги, да? Так мы же делаем это. Момент. Это журнал. Это журнал, который помню, что было год назад, там и так далее. А тут можно тоже свое время показать в активных тревогах, когда она поступила. Когда она стала активной. Да. Потому что в журнале она может быть у вас там 25 тысяч 250 раз уже записана эта тревога. Больше 250, к сожалению, мы не позволили, да? Но вот. И там этих времен много. А здесь будет, в этой маске может делать так, что зафиксируется время, когда вот последняя вот эта активная тревога вот она поступила. Хотя это в журнале тоже видно будет. Но, понимаете, я говорю, вот эта вот тяга к украшательству она обычно вот на таком тренинге возникает. А завтра, когда у вас руководитель вас скажет. Завтра время программы нужно? Да, да. У вас она быстренько закончится, я вас уверяю. Нет, ну очень первый. А вот на тренинге. Не знаю, что мы ограничены, наконец, в записи, да? Ну да. У нас и память. Так, значит, помните, мы с вами говорили, я не стал делать пароль, это слишком примитивно. Через if вы легко сравните одну переменную с другой. Я так понимаю. Наверное. Ну, во всяком случае, попробуйте. Это вам будет, так сказать, контрольная работа домашняя. Так, помните, я подготовился к тому, что у меня даже откат произойти автоматически, если я 60 секунд не нажимал кнопки. Сейчас сделаю. Реализуем. Значит, у нас есть переменная. Значит, GoToMM. Вот она. Она переходит в состояние единицы, когда прошло 60 секунд, с тех пор, как она была нажата в последних кнопках. Замечательно. А мы хотим, чтобы у нас из любого места, где бы не находился сейчас курсор, в какой бы части там меню, хоть там 225-й маске, он через эти 60 секунд возвращался бы вот сюда, в Main Mask. Замечательно. Как бы сделать? Потому что вся, вроде, концепция говорит о том, что что-либо, куда-либо может перейти курсор, только если кнопка нажата, да? А без кнопки тут весь код пишется. Тут даже редактор называется KeyFunction Editor, да? Вот. А без кнопки как? Без кнопки очень просто. Есть тут такая придумка хореллских инженеров, которая называется Virtual Key, виртуальная клавиша. Чтобы создать виртуальную клавишу, мы должны весь список с клавишами, кликнуть правой кнопкой Add New Virtual Key. Последняя опция. Вот она, форма для создания виртуальной клавиши. Выбираем переменную. Ну, переменная наша называется GoToMM. Ну, я обычно не выдумываю. Правда, здесь VK приписываю. Создаю клавишу примерно с похожим именем. Код клавиши пишет автоматически. Окей. Добавляем. Вот в списке всех кнопок у меня появилась клавиша. Для этой клавиши. Ну, какой я должен написать код? Зачем? Да. По фронту. Она как будто нажимается. На самом деле, срабатывает просто код. Она Мейнмаск или Мейн? По фу. Несоответственно, логичный вариант, когда контроллер сам вызывает какую-то... Совершенно верно. Случилась тревога. Вы для этой тревожной перемены создаете виртуальную клавишу. А виртуальная клавиша вызывает вам показывать GoToMM с именем, с сообщением об этой тревоге. В общем, это позволяет автоматизировать этот процесс. Так, смотрите, как мы сейчас поступим. Мы сейчас откомпилируем, попробуем. Что я делаю, кстати, вот этими кнопками? Я уже, наверное, один раз говорил. Смотрите, я перекомпилировал проект. У меня там компилятор переставил параметры в адресном пространстве. Соответственно, если я этого не сделаю, он может мне, скажем, уставку переложить в другой адрес. А вот этот эмулятор, здесь он довольно четко и контроллер эмулирует. Поэтому у меня случайно здесь может быть не 20, а 169 оказаться случайно. Не говорю, что сейчас это окажется. Потому что здесь всего-то параметров мало. Поэтому я обычно, после того, как я внес в проект какие-то изменения, связанные с изменением структуры переменных, то есть их увеличение или уменьшение их количества, обычно кнопку всегда нажимаю. Она очищает память Т-типа. Но если у меня используем Е, я тоже очищаю. В общем, Т это всегда используете, а остальные по мере необходимости. Дальше подгружаем параметры по умолчанию. И после этого запускаем симулятор. Вот. Вот. А, да, у нас же там еще задержка теперь. Так, мы зашли в установку часов. Я даже знаю, почему не переключилась. Потому что мне скорее всего была выделена маска какая-то, когда я эту функцию писал для виртуальной клавиши. Я написал не в Global Code, а в какой-то конкретной маске это дело. Поэтому так оно и вышло. Искать в какой маске я это сделал. Наверняка я сделал это в этой маске, да? Ну да, вот. Конечно. Поэтому мы отсюда это дело уберем. Ну вот. Теперь будем Global Code. И для виртуальной клавиши Global Code мы сделаем вот это. Завидим время на 5 секунд. Да. Теперь она... Нет, не на там. А, на 5 секунд. Да ладно, будет работать я вас уверяю. Он, господин, смело заработала. Все будет работать. Это должно написано для всех масок. Global Code. Так, теперь помните мы с вами говорили чтение журнала. Тревога. Давайте создадим масочку быстренько. Так. Клуб здесь не нужен. Move. Здесь от него один вред. Удаляем. Без правил. Конечно. Так. Здесь у нас будет журнал тревог. Но мы его сделаем примитивненьким таким. Украшательство вы займете свободное, так сказать, от основной работы время. Добрый день. так вот он значит журнал тайлок наш значит у нас там заготовлены переменные соответствующие с префиксом rd никого rd так значится alarm code будет здесь окей значит дальше знать часы минуты ну ладно да вам идея в alarm code естественно мы можем оставить коды типа е 0 1 е 0 2 0 3 а можем через ресурс used on int сказать что у нас будет там текст определенный там но я там просто имена переменах повторю да а дпс там дальше а у термостат стат и там была еще не помню какая тревога какая-то еще была а у там low low темп вот эти текста стороны именно окей то есть соответственно соответственно здесь у меня будет отображать что за тревога записалась а здесь часы и минуты там в день там месяц да и год и на самом деле смотрите многие пишут еще допустим не обязательно можно писать еще пару температур каких-то сопутствующих то есть вам просто надо будет добавить там этих каскадов в этих в этих массив столько сколько вы хотите писать туда информации многие пишут какие-то сопутствующие температуры например ну вот маску мы назовем там history вот значит здесь код будет примитивно простой по кнопке вверх мы будем на предыдущую до тревогу по кнопке вниз на следующую и все собственно для кнопки вверх пишем код у нас там были помните флаги такие previous event next event и и нет индекс значит по кнопке вверх на предыдущую да значит там мы вспоминаем как они называются у нас previous event равно единице дальше do task скобочках аргументом будет бить таз бит все готово так для кнопки дау на следующую тревогу до заставляет выполнять этот цикл бит так он нет так он не работает а потому что он в области ивэнс находится а по команде он сработает только не только для ивэнтов тут а скопливает собственно все вот это вот листание журнала нашего вот это собственно вот таким образом мы листаем на журнал теперь для кнопки escape естественно не кисло было бы гол туда ссори так и перейти в эту маску на дыма и сдавать и из любого места до global code пример по кнопке alarm мы напишем себе значит переход вот в ту маску стрелок с журналом тревог для этого на она подготовить на на показать последнюю записанную тревогу у нас там было и нет и нет по моему индекс равна единице вот видите я только ставлю эти флаги сбрасываются они внутри макросов автоматически поэтому об этом не думаем гол ту маск history нет блин бак вантул зараза сейчас она отпустит ее там единицы нет данном случае не тыс это флаг это лайк это логическое состояние это переход делается внутри вот этот такой застарелый бак вантул так переход делается внутри блока мы только устанавливаем служебная вот эту переменную и нет из писаемые единицу логическую она все делает теперь да теперь подождите теперь дутаски я забыл дутаск нет бит бит и все и вот она подготовила показал нам последний записан тревога теперь мы идем гол ту маски истории там она будет записана все замечательно вот можем даже это этот факт наличие там эти тревог проверить сейчас мы себе в окошке watch эти тревоги выдернем потому что нас ничего их не формирует они нас просто висят в воздухе ну вот по суда мы их накидаем а у дпс так лдпс алл термостат и там у нас еще один алл есть волк м окей так все давайте проверяем ну вот сейчас я нажму аларм видите тут у меня 0 эти голые висят ничего не записалось ну от этого тоже можно сказать что есть ничего не записался и не переходим на так а теперь мы дпс да и давать еще лол темп и папа а я сюда случайно не ту переменную я случайно дернул не ту переменную так окей так чистим так ну давайте щелкнем значит первый тревогой и второй тревогой ну вот она лол темп а я я быстрее чем у меня вышла задержка старого стартовая кликнул но собственно все вот она работает ну вот все так ну очень здесь все работает